Уважаемые коллеги, давайте мы проверим, какие площадки у нас подключены к сегодняшней видеоконференции, к круглому столу по проблемам неправительственных организаций, их роли в интеграции, реинтеграции мигрантов. Мы видим Узбекистан, Ташкент. Людмила Петровна, мы рады вас видеть, что вы в добром здравии, и очень мы по вам скучали в Кишиневе. Отзовитесь, пожалуйста. Спасибо большое, взаимно, спасибо. Спасибо. Следующая площадка, давайте к Валентине Унгуряну, мы ее видели на экране, но еще раз мы поздороваемся. Валентина, пожалуйста, на месте ли вы? Да, мы на месте, мы ждем обсуждения. Очень приятно вас всех видеть, и мы опять же выражаем свою благодарность за последнюю конференцию, за ваше участие, и за ваше огромное человеческое участие. Спасибо большое. Площадка в Киеве, давайте посмотрим, там вроде бы много людей собиралось. Киев, пожалуйста. Если кто-то в Киеве, отзовитесь. Пока. Молчание. Не знаю. Теперь, пожалуйста, Душанбе, если кто-нибудь Душанбе. Тоже молчание. Астана и Алмата. У нас тут Елена Садовская. Да, Елена Садовская восполнит казахскую брешь. Так, коллеги в Ереване. Добрый день, Степан и коллеги. Рады приветствовать вас. Здравствуйте, Тетран. Нас видно и слышно? Нас видно и слышно вас, великолепно. А Гарик у нас будет выступать или он просто презентацию прислал? Нет, Гарик, к сожалению, не смог прийти. Он должен участвовать, подготовиться ярмарка по труду в Дилижане. Он, к сожалению, поехал туда, но с нами присутствуют коллеги из Государственного агентства занятости, Государственной службы занятости. Анета Горухян и Анжела Горбоян. Вот Анета, она сделает эту презентацию. Спасибо большое. Так, Беларусь, насколько я понимаю, сегодня не будет. Бишкек, конечно же, мы забыли Бишкек. Бишкек, пожалуйста, есть ли кто-нибудь в Бишкеке? Ну, похоже, зима, которая наступила в Москве, перекинулась и на Центральную Азию, и на другие страны. И люди, наверное, не смогли добраться, но несмотря, да, из-за снегопадов, обледенения на дорогах. Но давайте все-таки мы начнем наш круглый стол. Скажу пару слов. Мне хотелось бы вас всех приветствовать, конечно, от лица Всемирного банка и сети МирПал, потому что роль НПО в адаптации, интеграции мигрантов чрезвычайно велика. Но НПО в целом, как вы понимаете, является их развитием, как количественное, так и качественное. Это одна из характеристик современного развитого общества. Я бы даже сказал, что если четвертая власть – это средство массовой информации, то НПО – это уже пятая власть. А те НПО, которые работают в сфере миграции – это особые НПО. Это люди, которые работают с людьми, столкнувшимися, как правило, с тяжелой какой-то ситуацией. Поэтому здесь нужны особые подходы. Кроме того, такие НПО работают между людьми и государством. Особенно на постсоветском пространстве, где государство очень часто представлено представителями разных профессий, где основная задача была – держать и не пущать. Это создает определенные дополнительные сложности для таких НПО. Но сколько я не встречался и в России, и в других странах, люди, которые возглавляют НПО в сфере миграции, которые работают в этих НПО, люди особенные, люди не только увлеченные своей работой, преданные своей работе, они нестандартные. Я помню, как только начинал заниматься проектом МирПал, первый, наверное, месяц, мы поехали в Санкт-Петербург. И было посещение отделения Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу. Первое, что был такой позитивный шок, это то, что мигранты, заходящие в это здание, не сразу же отдаются в руки страшных российских бюрократов. Сначала есть окушечки, где они могут посоветоваться с НПО. И, насколько я знаю, вот эта идея, воплощенная в жизнь, была Вячеслава Александровича, если я не ошибаюсь, которому я и передаю слово. Всем желаю успеха. Спасибо большое. Степан, я тоже приветствую всех участников сегодняшней видеоконференции. Ну и позвольте мне перейти уже к теме нашей доклада, презентации. Пожалуйста, можно? Ну, адаптация, интеграция мигрантов. В последнее время в России, конечно, уделяется очень много внимания. И практически весь свет нашей науки и экспертного сообщества занимается. Вот передо мной сидит уважаемый Ваня Малахов, который издал такую замечательную книгу, посвященную этой вообще разработке, такие хорошие в этой области делал. И я могу сказать, даже в понедельник состоялась пресс-конференция у нас в РИА Новости, в Центральном нашем информационном агентстве, которое проводило два сенатора, такие уважаемые, как Чекалин Александр Алексеевич, бывший начальник Федеральной миграционной службы, когда она еще в составе МВД была, и Любовь Николаевна Глебова, бывший руководитель Рособразования. И тоже была посвящена вопросам интеграции и адаптации мигрантов. Так что на всех уровнях власти и общества само в лице НПО, всех организаций, международных организаций, этой проблеме, церковь, которую у нас сегодня представляет Максим Викторович Паршин, которая у нас впервые здесь, тоже уделяет этой проблеме большое значение. Ну и не мудрено, собственно говоря, как мы видим, все страны Западной Европы, Америки, которые тоже являются центрами приема мигрантов, столкнулись с этой проблемой напрямую. Они честно признали, что недоучет, внимание к вопросам адаптации и интеграции мигрантов приводит к таким вот негативным проявлениям, которым наблюдали целый цепь, прокатившийся по Западной Европе. И нашу страну тоже, к сожалению, это не обошло. У нас тоже это проблема искрит по всем городам и весям, нашей необъятной родине. Так что все занимаются. Но надо отметить, что, значит, Федеральная иммиграционная служба тоже отреагировала на это, естественно. В 2010 году еще было создано управление содействию интеграции. В концепции государственной иммиграционной политики, утвержденной в 2012 году, тоже этому посвящено достаточно много внимания. Сейчас проводится работа достаточно значительная по созданию курсов, в том числе бесплатных, по изучению мигрантами русского языка, истории, культуры и так далее. Активизировав, еще раз скажу, это русская православная церковь, надо отдать должное, то они тоже открывают бесплатные курсы, потому что они здесь подготовили, издали совершенно замечательный учебник для мигрантов, который позволит познакомиться ближе с нашей страной. И я честно говорю, что этот учебник взял для того, чтобы и отдал своим детям. Он очень замечательно оформлен и хорошо написан. Вот, таким хорошим языком. Ну и последний подготовлен сейчас проект федерального закона, проекта о дотации и интеграции мигрантов. Но, к сожалению, проблемы все-таки у нас остались здесь. Самое главное, конечно, вот при конструировании политики по миграции, это то, что у нас нет все-таки четкого разделения между процессом контроля на миграции и миграционными процессами, и работой по миграции, по адаптации, интеграции. Почему-то у нас везде используются одни и те же методы. Регистрация, запрет выезда, то есть регистрационные меры. Это не совсем правильно. То есть эти вещи надо делить. То есть контроль над въездным выездом, контроль над миграционными потоками и процессом адаптации, интеграции, это совершенно разные. Это вещи, которые лежат в разных плоскостях. К сожалению, у нас пока этого не происходит. Еще проблемы какие? Ну, это наличие на территории страны значительной численности легальных трудовых мигрантов. Это наш бич, это наша проблема. Основная часть мигрантов у нас, ну, правильнее сказать, трудится незаконно. То есть большая часть находится здесь все-таки законно, зарегистрировано, хотя тоже вопросов много, насколько, так сказать, они там, эти документы соответствуют действительности. Но вот труд вообще мигрантов, он в основном у нас находится в тени. Вот это вот проблема, конечно, самая большая. И вот обсуждая на пресс-конференции, которую же я сказал, собственно, вопрос об этом и стал. Что главное, скажем, для адаптации интеграции? Для адаптации... Да, да, хорошо. Да, еще вот предыдущий сайт. Совершенно не учитывается и не учитывается роль местной власти. Вот проблема вся адаптации мигрантов, она, собственно говоря, и вообще вся работа, она проходит же там, где люди общаются, где они коммуницируют. А коммуницируют где они? На земле, на конкретной территории. Там происходит коммуникация с органами власти, с правоохранительными органами и с населением. И вот там этих механизмов совершенно нет. Вот это проблема, конечно, полностью. Я эту проблему полностью ставил, к сожалению, уже сейчас ликвидировано Министерством регионального развития. Мы обсуждали с Сергеем Николаевичем Слюняевым, что в этой области у нас правовой вакуум, и он подтвердил это. Но у них были большие планы этим заняться. Ну, следующий, пожалуйста, сайт. Слайд, пожалуйста. Что мне хотел сказать? Вот возвращаясь к пресс-конференции, мне кажется, что вот постановка во главу угла при адаптации интеграции русского языка, как панацея, или как необходимые достаточные условия для интеграции миграции, мне кажется, это все-таки ошибочная концепция, концептуально немного ошибочная. Да, русский язык нужен, но обязать всех мигрантов трудовых сдавать экзамен, мне кажется, это ошибочно. И, собственно говоря, все эксперты к этому подошли. Потому что достаточно много профессий и видов экономической деятельности, где задействованы мигранты, они вообще не связаны с языком. Я могу вам сразу же привести. Это работа мигрантов, иностранных специалистов, просто в территориальных водах. Они вообще не общаются с нашими людьми. Это прокладка газопроводов, нефтепроводов в Сибири, когда там тоже практически не... И очень масса других таких вещей, когда знание языка необязательно. Гораздо важнее знать, важнее квалификация и способность что-то делать. И тогда встает вопрос, а что тогда главное? И вот нам представляется, что все-таки здесь главное – это статус. Человеку со статусом, то есть легальным статусом пребывания, правовым статусом пребывания гораздо проще. Вот это необходимое условие, первое необходимое условие для интеграции – это его статус. Потому что человек, который не имеет легального статуса пребывания, ну даже если он знает русский язык, достаточно сложно быть, потому что его там не арестуют, а штрафуют точно. И вот не секрет, что у нас самая, так сказать, такая вот горячая линия, что ли, разлома в межнациональных отношениях пролегает не между, там, скажем, жителями центральных областей, иммигрантами, там, приезжающими из Средней Азии, как-то почему-то принято считать. А самое острое – между, да, собственными гражданами, выходцами из Северного Кавказа. Но они-то знают русский язык, историю знают, и, поверьте, многие знают очень хорошо. Но проблема-то гораздо острее стоит. Из этого можно сделать вывод, что это совершенно недостаточный аргумент для того, чтобы, так сказать, достаточно, да, эффективно адаптировать, интегрировать. Вот поэтому все-таки мы, да. И что вот переходим. Вот такая вот ситуация, вот такая вот концепция, что ли, этого закона, когда в угло угла поставлен русский язык, и вот эти вот многофункциональные центры, миграционные, где должно заключаться, должны контракты, мне кажется, все-таки это немного страдает такой формалистикой. Ну, что такое контракт, миграционный контракт? Это новелла, которая в этом законе предусмотрена. Вот, ну, миграционный, ну, понятно, что мигрант подпишет все, что угодно, дали бы ему возможность работать только. Но не будет интегрирован. Вот, ведь смысл интеграционных контрактов, как вот во Франции, по крайней мере, они применяются, мотивировать человека, мотивировать человека для участия в жизни коллектива. Только формированием, да, то есть, вот действенная, интеграция должна проходить только действенным участием мигранта в общественной жизни, вот, местного населения. А в законе, кстати, население вообще не упоминается. Вот, что самое главное. Ну, здесь у нас на слайде показаны, там, причины низкой эффективности, я не буду на них останавливаться, здесь написано все. Вы знаете, вот мы провели еще исследование, вот, когда занимались этим вопросом интеграции и адаптации, мы взяли, провели, провели такое исследование, все-таки, вот, взяли конфликты, последние самые горячие, посмотрели по всей стране, вот, посмотрели, как они происходят, каковы причины, ну, не буду рассказать подробно по нему, но совершенно определенные закономерности выявили. Они происходят, а то, что касается конфликтов между гражданами России и северного Кавказа и странами России, исключительно на объектах или рядом с объектами собственности, которые принадлежат, вот, иностранным гражданам или гражданам России, выходцам из северного Кавказа или выходцам из-за Кавказа. Вот это закономерность, которую раньше не видел. Ну, в принципе, понятно, что экономика, она все определяет. То есть, люди, которые владеют социально значимыми экономическими, так сказать, объектами собственности, там, торговые центры, рынки или предприятия, которые больше всего трудятся, людей, вот, вокруг этого восстановят проблемы. Почему? Потому что зачастую они действуют не совсем в рамках закона и коррупции, поскольку там концентрируются финансовые средства, которые идут на восстановление, так сказать, не совсем правильных отношений с органами власти и прочее. Вот эта вот проблема оказалась достаточно острая. И происходит вытеснение с рынка труда местного населения и замены их на этих людей, в общем, на земляков, тех, которые владеют собственностью. Эта проблема достаточно острая оказалась под таким углом. Мы ее еще никогда не смотрели, но мне кажется, назрело время, что надо посмотреть. Вопросы. Да. Значит, ну и что? Противостоять этому, мне кажется, может что там? Гражданский контроль, организационные основы которого должно быть гражданское общество, собственно. А что такое гражданское общество? Это прежде всего не правительственная организация. Вот, к сожалению, это вот одна из немногих форм организации. Знаете, дальше сейчас мы перейдем. Следующий сайт. Да, слайд. Ну, я уже сказал, что вот самая главная задача – это мотивирование мигрантов к адаптации, интеграции. Вот. Вовлечение к деятельному вовлечению в повседневную жизнь. И вот тут мы подходим к главной нашей проблеме, да, вот, Владимир, с которой мы обсуждали с вами, да, о том, что у нас, собственно говоря, оказалось и нет вот этого объекта интеграции, собственно, куда мы интегрируем людей. Мы поняли, что интегрировать-то надо их там не в ФМС, не в МВД, там, не в повисной структуры, а в население, да. Но население-то такое мощное понятие, да, у него должно быть какое-то структурное лицо, с кем можно официально вступить в контакт. То есть даже мигранты имеют диспаральное образование, то есть вот тут коммуникация у нас нарушена. Поэтому, кстати, получается такая субкультура мигрантская, которая вот путем этих взяток, неформальных отношений с властями устанавливает свои, вот, свою жизнь организует. Это и есть субкультура, то есть они действуют не по законам, которые приняты в государстве, а совсем какие-то по иным, по другим, со всем правилам, которые вот устанавливаются негласно. Это вот не очень хорошо. И вот здесь вот кем бы, этому, кто бы мог выступить вот в лице, скажем, вот этого вот структурированного, что ли, звена или объекта населения. И вот опять, какая у нас есть там, где население самоорганизуется. Вот так, чтобы это не было команды правительственных каких-нибудь, так сказать, там, государственных органов, это НПО, прежде всего НПО. Еще я могу сказать, это вот религиозные общины, это те, куда люди идут, так сказать, по велению совести, там, по велению души и работают там не за страх, а за совесть работают, это их призвание. Это вот очень важно. Это вот как раз то лицо гражданского общества. Это та основа, на которой, собственно, и надо строить вот эти отношения по адаптации, интеграции, вот эти каналы коммуникации. И в нашей ситуации, в российской, этому, конечно, безусловно, способствует тот факт, что вот эта вот общественная активность в сфере миграции, она самая огромная. Чем это объясняется? Потому что у нас в каждом регионе огромное количество НПО, которые работают в сфере миграции. Почему? Потому что в 90-е годы, когда пошел огромный поток переселенцев в нашу страну, многие столкнулись с этой проблемой, с такими же, которые сейчас сталкиваются мигранты, обустройство на месте, установление контакта с местными жителями, с местными властями. Это все было пережито нашими же соотечественниками. И многие из них посвятили дальнейшую свою жизнь, собственно говоря, оказанию помощи своим коллегам, своим, так сказать, последователям, и в том числе и иммигрантам, которые стали приезжать вслед за этой волной. Они прекрасно понимают, какие проблемы испытывают люди, приезжающие из этих республик. И мне кажется, что вот этот огромный ресурс и резерв, который в законе, в данном, ну совершенно никак не прописан. Там написана такая фраза, что привлекать социально ориентированные некоммерческие организации. Ну, что значит, социально ориентированные некоммерческие организации. Мне кажется, что здесь нужно совершенно четко вообще прописать в законе роль. Ну, здесь вот примеры работы НПО, я должен сказать. Ну, здесь написано всего лишь там сколько, 6-5 примеров, да. Но я могу сказать, что это в каждом регионе есть огромное количество этих НПО. Здесь не укажено Ставрополье. Там совершенно замечательная неправительственная организация, которая работает тоже бывшей вынужденной приселенницей из Чечни, которая также пострадала в Сеченскую войну. Ефимов такой, доктор наук, кстати говоря, сглавляется от Ищи Центра. Хорошая работа идет. И огромное количество целовальников, да, его коллега, который тоже самое, также был вынужденной переселенницей. Эти люди проводят гигантскую работу, и уже на протяжении там 15-16-20 лет этот потенциал, конечно, надо использовать. Ну, и перейдем сейчас к предложению. Вот что нам кажется, что можно было бы сделать в этой связи, чтобы вот этот потенциал, который имеется в неправительственных организациях, использовать как можно более полнее. Ну, неплохо бы, наверное, создать какую-то ассоциацию НПО, работать с мигрантами на основе, например... Такая уже попытка была предпринята нами. Вот мы такую платформу практически создали в проекте с фондом Кудрина Алексея Леонидовича. Вот, огромную работу в этой связи провела Лидия Ивановна Графова, фонд переселенческих организаций, который существует уже 20 лет, не больше уже 20 лет. Вот на базе этих организаций можно было создать такую ассоциацию. Вот, организация для взаимодействия там на уровне, на федеральном уровне, это нужно для воздействия на федеральном уровне, для реализации, так сказать, для формирования миграционной политики в целом. Организация взаимодействия, такая ассоциация с НПО, государственными участниками МИРПАЛ. Ну, мне тоже кажется, что то, что у нас здесь происходит в сети МИРПАЛ, на мой взгляд, как бывший замдиректор федеральной миграционной службы, я могу сказать, что это вот ошибка наша была, что мы не учитывали, да, и не могли использовать вот такой огромный ресурс, который, скажем, представляет МИРПАЛ, то, что касается денежных периодов, да. Вот эту проблему я вообще не видел, когда был замдиректором, честно признаюсь, не видел. Оказалось, это проблема, это самое острое, собственно, люди приезжают для того, чтобы зарабатывать деньги, и корреляция между денежными переводами и мигрантами, она достаточно четко прослеживается. И вот это возможно через МИРПАЛ вот так легко осуществлять контакт со странами, нашими партнерами, кто вовлечен в эту миграционную систему, а что там говорить, мы как бы члены всей одной миграционной системы, такой большой, евразийской миграционной системы. Мы зависим друг от друга уже, поэтому давно настал, мне кажется, так сказать, настал момент, когда надо думать о как институализировать то, что наработано в МИРПАЛе. Ну и необходимо, конечно, кардинально перерабатывать законопроект по адаптации и интеграции мигрантов. Вот основой конструкции которой должно стать уже вот эта вот легальность пребывания и четко прописать вообще деятельность НПО, вот этот вот ресурс, НПО и местные власти в этой работе. Надо передать часть полномочий и на местный уровень, и НПО. Вот государство очень боится передавать полномочия, федеральный центр боится передать полномочия региональным, региональные руководители боятся дать полномочия местной власти, а все они очень боятся передать полномочия неправительственным организациям. Удивительная, кстати, ситуация, но я вот должен сказать, что ведь это не первый раз такая проблема. Вот такой вот аналог мне приходит в голову, это когда у нас была отмена крепостного права в 61-м году. Ведь такая проблема была гигантская, когда надо было освободить крестьян, вы что думаете, там был просто указ об освобождении императорские, и все. Нет, это была гигантская работа. Никого из людей, ни одну общину государство не бросило. Там создавалась масса комиссий, как людям надо себя вести в экономической сфере, в правовой сфере, в семейных отношениях. То есть люди стали свободными, и государство понимало, что надо этому готовить и учить, да. И вот тут, да, сыграло огромную роль как раз общественные такие организации, там, как Земство, там, другие благотворительные организации. Роль была огромная. То есть опыт-то был, а по-другому бы такую реформу провести было бы невозможно. И здесь у нас, хотим или не хотим, собственно говоря, президенты, правительства так говорят, что вот сейчас мы на таком этапе развития, наша страна, когда без задействования общества, неправительственных структур, местной власти, мы уже не сможем развиваться. То есть пока мы не подключим к этому энергию, собственно, самого народа, развиваться дальше мы не сможем. А для того, чтобы это возможно было, государство должно этому способствовать. Политика должна быть такая, чтобы люди самоорганизовывались с помощью государства. И вот в законе проекте надо просто четко прописывать и финансировать НПО. Не надо бояться. НПО надо давать функции, надо подвести функции финансирования соответствующие. Это нормальное явление. Я могу сказать из своего опыта, опять же, работая в Федеральной иммиграционной службе, у нас были многие контакты с зарубежными странами. Ну, возьмем там Италию. Например, вынужденные переселенцы, которые прибывают в Италию, их же тоже там обустраивают, кормят, как бы обеспечивают всем необходимым. Так это происходит по тендеру и занимаются этими неправительственные организации. Считается, что это гораздо лучше, потому что контакт с неправительственными организациями не только это помощь, но это еще способствует быстрейшей адаптации. То есть люди устраивают с простыми, с обычными, с чиновниками, а с обычными людьми устанавливают необходимые контакты. И роль церкви тоже. У нас тоже, мне кажется, недостаточно здесь. Если взять германское законодательство, там четко прописано, например, такой вот, чтобы понятно было, конкретный пример, если там нелегальный мигрант забежал в собор, то он не подлежит преследованию, и не могут там на территории собора арестовать даже. И вообще, в Соединенных Штатах Америки и в Европе, вот мы и во Франции видели, церковь достаточно много уделяет внимания адаптации. Это понятно, потому что гониментарный аспект, потому что люди, мигранты, находясь в тяжелейших условиях, куда они идут, хотим-не хотим, да, как и, собственно говоря, наши граждане, когда совсем тяжело идут, куда? Как Богу? Вот так устроен человек. И в этом смысле церковь как раз несет такие коммунистические идеалы. Мне кажется, это было очень правильно и полезно, и она бы, конечно, смягчала эти полицейские функции, которые сейчас у нас, собственно, превалируют в сфере миграции. Да, ну, естественно, конечно, и рейтинг-гейтность НПО надо проводить, иначе не только что, чтобы НПО не просто превратилась в кормушку. Ну, понятно, у нас могут все превратить в кормушку, тут же распил денег, там, какие-то, так сказать, свои аффилированные НПО создавать, и через них деньги, понимаете, это все, конечно, понятно, но с коррупцией надо бороться, это наш бич. Для этого надо рейтинг проводить, рейтинг проводить среди мигрантов, чтобы они оценили деятельность тех или иных НПО, ну, и ногами пусть ее оценивают, то есть, куда больше приходят туда, и больше давать. Вот, собственно говоря, вот такие у нас приложения есть. Ну, собственно говоря, спасибо всем. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Тогда у нас, я думаю, вопросы и остальное мы проведем позже, да, сейчас у нас Юлдус от Иниязова. Добрый день, меня зовут Юлдус, я региональная организация содействия, сотрудничества, созидания. Печислав Александрович говорит, у меня все время как будто бы слезы, не знаю, то ли он действительно вот, что какие-то слова такие придумывает, то ли действительно такая вот действительность, что уже и слов, и только слезы. Ну, я хочу сказать, что у меня выступление, оно немножечко такое, оно основано только на моей организации, но моя организация на сегодняшний день это всего лишь я, с июля 2014 года, потому что я пока ни один грант не выигрываю, ну, видимо. А то, что ногами, я вот с Вячеславом Санчевым точно соглашусь, потому что вот я говорю, что за август-сентябрь 2014 года только ко мне обратились в общей сложности более 700 человек. Вот ногами они голосуют. Какие особенности в связи с новеллами законодательства в настоящее время мы наблюдаем на миграционном поле? Я скажу о своих конкретных примерах. Сегодня на строках Москвы, и не только, трудятся граждане из этих стран. За август-сентябрь 2014 года я сказала, сколько обратилось ко мне у людей. Это, объясняю, как это происходит. Это группа из двух-трех человек, которые заявляют в своем лице от группы 10, 20, 30, 50 и 100 человек. И это, соответственно, столько же двух-трехмесячных невыплаченных зарплат, и только единицы юридически оформили свои трудовые отношения с работодателем. С каждым месяцем все более нереализуемо становится оформление разрешения на работу. Оформление патента на физлиц не является основанием для работы на стройке, на рынке или дворником в ДЭЗе, где в основном и работают эти трудовые мигранты. Есть мигранты, которые работают по патенту в частном секторе, но я их называю, вот в тексте их называют дурмоедами, но чтобы вот не звучало некрасиво, я их называю недобросовестными мигрантами трудовыми, так как они, подавляющее большинство, живут за городами, в дачных и коттеджных поселках, и, в общем-то, портят лицо настоящего трудового мигранта, потому что имеют свою организованную структуру, которая не позволяет им работать по настоящей стоимости этого труда, а именно эта стоимость уже намного дороже, чем она является для каждого мигранта само по себе, и себестоимость она увеличивается за счет этой коррумпированности образований на этом месте диаспоральных, а качество работ похоже на работу сантехника в обычных наших ДЭЗах, чаще халтура, чем добросовестно, и это, конечно же, не вина, а беда мигранта. Что происходит сегодня с государствами, принимающими трудовую миграцию, на опыте своей организации, состоящей только вот из меня, как я говорю, в последнее время у меня просто было раньше два еще волонтера, которые со мной были, просто вот сегодняшняя экономическая ситуация, она не позволяет быть волонтерами, просто вот и ничем другим не заниматься. В последнее время кратно увеличилось число обращений граждан, имеющих разрешение на работу, то есть официально оформленные настройки, но проблемы у них возникают на этапе окончания договора. И строительная компания, нанявшая таких подрядчиков, которые не оплачивают зарплату, не несет ответственности за этого работодателя. При этом работодатель-подрядчик, заложив стоимость работника разрешения на работу, стоимостью оптом для турецких строительных компаний 15-17 тысяч рублей, как правило не выплачивают зарплату за последний месяц, тем самым компенсируют траты разрешения на работу. Это еще полбеды, поскольку львиная доля, не получившей зарплату за последние 2-3 месяца, приходится на тех мигрантов, которые совсем не оформляли свое присутствие на территории Российской Федерации, имеют миграционную карту, эффективную регистрацию, у них всего 90 суток, которые они исправно работают, а потом оказываются без зарплаты, вынуждены покинуть страну, чтобы не стать невъездными по новым статьям старых законов. Это я о новшествах все еще. Причем это тенденция, по моим наблюдениям, именно городов. А ведь им надо купить обратный билет, что-то привезти домой. Одни остаются нелегально, и дальше погружаются в неправовую среду, и дальше у них два выхода. Идти дальше работать без гарантии всякой зарплаты, либо, то есть это фактическое рабство, или нарушать законы, и дальше грабя, нападая на людей. Другие уезжают ни с чем, уже не говоря о том, что количество болезней, которые за время пребывания вне дома и таких тяжелых трудовых и жилищных условий они успевают получить. Все миграционные процессы происходят в прямой зависимости по законам экономического развития стран, направляющих или принимающих эти потоки. По данным Федеральной миграционной службы, с начала 2014 года выдвернули из Российской Федерации около миллиона иностранцев из стран ближнего зарубежья. Из них более 400 тысяч граждан Узбекистана. Это количество людей не смогло въехать в настоящее время, выехать в настоящее время из своей страны. Соответственно, въехать в Казахстан или в Россию. В это же время в Узбекистане открываются новые рабочие места. Мы должны учитывать, что принимающая сторона и отправляющая. Вот отправляющая сторона, это в данном случае, в моем случае, это Узбекистан. Я хочу сказать, что вот все лето практически я ездила по всем городам и весь Узбекистан. Все лето. И я наблюдала очень большую картину. Во-первых, страну не узнать. Действительно идет огромное строительство. Огромное строительство. Вот я сейчас прочитаю то, что я кратко, чтобы не запутываться и вас в сколько не вводить. В Узбекистане открываются новые рабочие места. Это коротко. Производство каучука, содовый завод, производство грузовых многотонных тягачей, пассажирских автобусов, это Самарканд, легковые автомобили, Антижан. Сбор хлопка стал экономически рентабельным. Действительно, это стоит несколько там, это сотни долларов в месяц. На самом деле, сколько стоит килограмм хлопка, это действительно стало рентабельным. Вот я вот только в сентябре оттуда. Дальше. Более того, тысячи гектаров плотовых садов. Десятки тысяч овощных гектаров площадей. Сейчас самое время заниматься сборами, заготовкой вот этих полезных овощей на зиму и предлагать на том же российском рынке, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Строительство, какое идет в Узбекистане. Почти на каждой улице в городах идет строительство новых жилых домов. Государственная программа по благоустройству и реконструкции целых городов. Этот год, например, по год реконструкции жилого фонда Каракал-Покстана. Это и снос старых домов частного сектора, на месте которых выросли вот целые улицы, малоэтажных жилых домов коттеджного типа. А за снесенный старый дом, это вот из числа моих родственников, они получали рыночную стоимость этого дома. Соседство с Китаем дает немало возможностей для торговли. Возится все. Мебель, одежда, посуду, детские товары, техника, оборудование, строительные материалы, ткани. Все это вводят. Система перевозок такова, что она на конкурентной основе. Я имела возможность с этим ознакомиться. Несколько перевозчиков с переставлением из складов и розничных точек. Даже организована ночная торговля в летнее время, когда днем очень жарко. Для тех, кому выгоднее и приятнее трудиться за рубежом, есть, конечно, Казахстан, Россия, Арабские Эмираты, США, Прибалтика, Чехия, Швейцария. Это я о странах, в которые выезжают граждане Узбекистана. И все другие свободные рабочие места выполняют мигранты, где свободные рабочие места заполняют мигранты из стран СНГ. В основном вот эти три страны, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Это я не по алфавиту, а по соотношению. Но я хочу сегодня сказать, стоимость мигранта. Это 400 долларов дорога туда, 400 обратно, это 800 долларов. Мы закладываем год работы, значит, разрешение на работу необходимо. Это 30 тысяч рублей. Это тоже 800 долларов. Я по 40 считаю. 500 рублей, 5 тысяч рублей в месяц, это стоимость 110 долларов, жилье, аренда. Дорога до работы, 100 долларов в месяц я закладываю. Еда, 100 долларов, это минимум. Но вот это все получается 310 долларов в месяц, на 12 месяцев это 5200 долларов. Вместе с дорогой и с разрешением на работу. Вместе это 5200 долларов. А значит, работник средний из Узбекистана зарабатывает 20 тысяч рублей, это 500 долларов. На 12 месяцев это 6 тысяч. Его выгода всего-навсего 800 долларов в год. Насколько это ему выгодно? Я, что же они едут? Вот, вот что же они едут? Как раз сейчас я хочу сказать, что поток уменьшился. И в связи с выдворением, и в связи с работой в принимающей стороне. Я сама наблюдала в аэропортах Узбекистана, как стоит кордон пограничный, кордон еще один пограничный, где ставится штамп, и третий. До этого штампа есть еще один кордон, где уже после того, как выезжающий купил билет, его смотрят последнюю информацию из базы ФМС. Если он в базе, его не отправляют. То есть фильтр, этот фильтр есть. До этого, на момент покупки билета, в кассах стоит компьютер, и он в базе, ему не продают. Конечно, мигрант умудряется поехать в кассу, где ему по знакомству за добавочную стоимость еще продадут билет. Но на выезде его все равно фильтруют. То есть поэтому поток, прибывающий в Российскую Федерацию, раньше, если 20% в аэропорту, в Домодедово, я наблюдала, просто я ходячая организация, поэтому я ногами везде бываю, хожу и езжу и летаю. И вот в аэропорту, если я наблюдала раньше, 20% оставались, вот фильтрация проходила в Домодедово, в Нуково, есть Газпромавия. Вот там оставались, то сегодня, когда мы прилетаем, мы наблюдаем, что 1-2 человека, которые каким-то образом просочились, или пока он летел 4 часа, они оказались в базе. Это 1-2 человека. И поэтому я хочу сказать, что поток, он сократился. Более того, вот летом у меня сестра является депутатом, и она была на заседании, и она сказала, что была озвучена программа. Значит, если мы не хотим, чтобы наши граждане выезжали, мы сегодня всеми силами должны сделать так, чтобы они были обеспечены работой. Значит, приоритетное обеспечение работой тех, кто потенциальных отъезжающих, то есть трудоспособные в основном мужское население. И делается все. Но единственное, что я хочу сказать, что не делается ничего российским государствам, которому сегодня выгодно не потерять этого мигранта. Потому что у Российской Федерации, вот сегодня у нашей страны огромные руки везде. Мы говорим о взаимоотношениях со странами СНГ, и это взаимоотношение есть. Я хочу особо выделить Россотрудничество. Российские центры при посольствах Российской Федерации в городе Ташкенте. Это коррупционная система отбирания денег у граждан Узбекистана, которые намереваются завтра поступать в вузы Российской Федерации. Это действительно деньги. Встать в очередь деньги. Оказаться в той или иной группе по тому или другому предмету обучения – это деньги. Проучиться деньги – это официальные деньги. А потом получить сертификат, оказаться в очереди поступающих в тот или иной вуз – опять деньги. Ну вот возникает вопрос, заинтересована страна или не заинтересована в притоке молодежи, которые нацелены обучаться, а потом адаптироваться, интегрироваться и оставаться. Вот это для меня вопрос. И еще, конечно, у меня большой вопрос к нашим диаспоральным организациям, потому что большая проблема оказывается в местах. Вот в Орловской области сегодня один мигрант оказался там после места освобождения из лишения свободы. Он оказался там. Но после того, как он вышел на меня, еще пятеро граждан Узбекистана там, в Орловской области, есть прекрасная диаспора. Я спрашиваю, обращались. Обращались, ответа не было. То есть вот общественная организация, вы говорите, Вячеслав Александрович, правильно, мониторник. Мониторник, вы сказали на предмет выявления, кто на самом деле работает. Но вот те, кто аффилированы, те, кто имеют деньги от государства, они все равно займут первое место, потому что у них отчетность просла через все эти фильтры государственной бюджетной бухгалтерии. А те, кто занимаются этим на подношениях тех же мигрантов, это диаспоральные организации, они остаются вне вообще контроля, любого контроля. Меня это вот беспокоит сегодня, потому что нельзя сидя в Москве решать проблемы Орловской области. Вот сегодня есть программа о том, чтобы давали работу без квот на Дальнем Востоке. Будет программа, поскольку там большая государственная программа, и для иностранцев включается программа разрешения на работу без квоты. Там огромная диаспора узбекских граждан, я за них очень рада. Но вот такие массовые акции государственные, они не решают вопрос, потому что они решают вопрос того региона, где действительно люди оказываются, но там уже нет техстроек, потому что стройка в Приморском крае уже прошла. Теперь только освоение этой инфраструктуры идет, а на освоение миграции не будет задействовано. На освоение миграции там не будет. А значит те, кто приехали, могут работать без разрешения, но зарплаты у них не будет. У нас будет выхлоп обратный совсем плохой. То есть вот не с того конца все равно начинаем. Что делать? Вот мне кажется, все-таки надо ехать в страны, которые отправляют мигрантов. Надо начинать ехать не только в страны, с которыми есть заключенные договоры, и только там, а там откуда львиная доля. Мы говорим 400 тысяч Узбекистана. Почему России нет в Узбекистане? Почему она туда не едет? Почему она говорит, что больше всех из Узбекистана, а ездит только в Киргизию, в Таджикистан? Но ведь есть мы. Вот я протягиваю руку государству и говорю, я готова сидеть и налаживать эти мосты. Я приведу туда, туда, туда и скажу. Я покажу эти 11 организаций общественные, которые работают с этими мигрантами. Почему Арабские Эмираты работают с Узбекистаном, а Российская Федерация не работает? Мне, например, не хочется видеть причину только в политических отношениях. Политические отношения и люди, это всё-таки, если их соединить, это то на то, мы уберём все политические свои несогласия. Я продолжаю об этом кричать. Спасибо. Спасибо большое, Юлдус. Теперь у нас Анна Маргунова, Международная некоммерческая организация, ТОНК, Джохани. Здесь у нас презентация есть? Ага, можно? Сейчас. Спасибо. Первое, что я хотела бы сказать, это то, что эта презентация связана с прямо и моё выступление с тем исследованием, которое в начале года проводилось, оно касалось именно московских НКО. Москва и Московская область. Но, как мне кажется, это можно во многом экстраполировать на всю Россию, и присутствующие здесь представители НКО и Юлдус даже не дадут соврать. Попробуем тезисно пройтись вот буквально по тому, что делали те НКО, которых мы опрашивали. Во-первых, большинство НКО, работающих с мигрантами, это этнические организации. Попрошу вот на это обратить внимание, потому что в дальнейшем один из моих выводов будет как раз связан с их деятельностью. Можно следующий слайд сразу? Основная деятельность здесь мелко, поэтому я быстренько озвучу то, с чем что в основном делают НКО, работающие с мигрантами. Это в большинстве случаев оказание бесплатных юридических консультаций, обучение основам права, имеется в виду базовые основания пребывания в России, работы в России, ну и так далее, там в зависимости от того, по каким вопросам обращаются мигранты. и следующее основное из основных не следующий слайд, ладно, вернемся к тому, там, да не важно, давайте я просто озвучу. И следующее, что больше всего делают некоммерческие организации, это платное представительство перед работодателями, имеется в виду, это все связано с получением разрешения на работу или оформлением патентами, если это физические лица, представительство в правоохранительных органах и особенно в судах, и представительство перед любыми другими лицами или организациями. Тут достаточно широкий спектр. И еще хотела бы обратить очень пристальное внимание на то, что НКО, работающая с мигрантами, одна из их еще таких значительных, один из их значительных вкладов в адаптации мигрантов, это работа по оказанию платной помощи именно в легализации мигрантов. Можно следующий сразу слайд? С чем же обращаются в НКО сами мигранты? основные основные я тоже здесь пройдусь по самым крупным слайдам. Проблемы слайд это для того, чтобы показать насколько проблемы мигрантов по частоте встречаются и насколько сильно и насколько часто НКО вынуждены их решать. Основная проблема это, конечно, вымогательство взятых с этим сталкивались все из опрошенных организаций сталкиваются и решают эти вопросы. Это взятки при оформлении документов, а также взятки при проверке документов. Мигранты это иногда ошибочно называют налог, например, и просят а давайте уменьшим этот налог, ну и так далее. То есть для них последнее время поднялся как они считают этот налог. Вот они это в интервью просят, а давайте уменьшим. А выясняется, что это фактически у них просто вымогают взятку, но уже полицейские. Следующая проблема, с которой работают все НКО, это то, что мигранты в России сильно ограничены в право субъектности. И вот это то, с чем пока, к сожалению, никто ничего не может сделать. Еще одним важным пунктом обращения является незаконные аресты. То, что называется этническое профилирование, этническое профилирование, то есть фактически аресты по задержанию, нет, и аресты. НКО уже работает уже по факту, задержание, аресты, там разные варианты мигрантов с неславянской внешностью. Это ни для кого не секрет, и те, кто живут в Москве, прекрасно это могут видеть, эти задержания и аресты в том же метро, где постоянно проверяются документы у лиц неславянской внешности. Еще одним важным, одной важнейшей проблемой, также пока очень сложно решаемо, является ограничение доступа к рынку труда. И последнее, на чем я хотела бы обратить внимание, это элементарная бытовая ксенофобия и мигрантофобия. Следующий слайд. Это все происходит на фоне того, как освещаются мигранты и вся тематика, связанная с миграцией в СМИ. Вот, пожалуйста, в начале года 500 наиболее читаемых статей. Мигранты в них преступники, они нелегально задержаны, миграционное законодательство нужно ужесточить, миграционную политику нужно еще сделать более жесткой, она должна быть управляемой и так далее. И мигранты это люди чужой культуры. Следующий слайд. Что бы я хотела еще сказать. Это такой немножко пессимистический взгляд, но мне кажется, это то, что нужно учитывать во всех наших предложениях, разработках и так далее. То, с чем нужно и можно работать. Во-первых, московские НКО, действующие как посредники, фактически становятся некоторым образом такими бизнес-структурами. Я говорю не только об уважаемых НКО, которые работают с беженцами, оказывают помощь мигрантам по телефону круглосуточно и так далее. Московские НКО это же и НКО, которые претендуют на то, что они профсоюзы, хотя фактически это никакие не профсоюзы, в их названии просто есть слово профсоюз. Это НКО, которое с аббревиатурой например ОНО и так далее, там каком-нибудь Иванов и КА, фактически прикрывают и поставляют людей для собственного бизнеса и так далее. Большинство этнических НКО включены в эту систему платных услуг по оформлению документов и фактически способствуют и включены в систему их теневой занятости в российских частных компаниях. Мне кажется, вот это очень важный пункт, с которым пока сложно бороться. Понятно, что мы не можем сразу искоренить коррупцию и так далее, но его нужно учитывать и с ним можно работать. Еще на чем хотелось бы остановиться, это то, что вот эти сложности, возникающие НКО, в том числе связанные у всех НКО, в том числе связанные с высокой коррупционной емкостью этой сферы, формируют у мигрантов фактически недоверие ни к НКО, ни к государственным органам и центрам адаптации и интеграции, и это очень сильно способствует становлению такого правового нигилизма мигрантов, потому что в отсутствии возможности бороться самому, как я уже говорила, правосубъектность мигрантов сильно ограничена, в отсутствии необходимой достоверной информации о том, что происходит, а не только о том, какие законы приняты, мигрант оказывается в лучшем случае один на один вот перед возникающими проблемами с этими НКО, а в худшем случае он депортирован, в худшем случае он разлучен в семье, в худшем случае он в тюрьме. На мой взгляд, я согласна тут с Юлдус, и наша работа показывает, что очень важно работать с НКО в странах исхода мигрантов, причем работать не только в том, чтобы рассказывать друг к другу о тех проблемах, которые они сталкиваются, но и в том, чтобы информировать друг друга о том, как можно с этими проблемами не сталкиваться, находясь здесь. То есть, мне кажется, очень важна информированность именно о реальном положении дел в России и тем, как можно с этим бороться еще до того, как они приехали в Россию. И эта работа проводится, я сейчас знаю, это уже немножко отступление от выступления. Частично взялись за это один из российских профсоюзов, входящих в КТР, и один из международных профсоюзов, причем это не просто стандартное информирование о тех законах, но и конкретные книжечки, брошюрки, где написано, что делать, куда обращаться телефоны, адреса и так далее действующих НКО, работающих НКО, а не те, которые фактически включены в теневой бизнес, в теневую занятость, и включают мигрантов в теневую занятость. Спасибо большое, Анна, да, правым организатором воспользуемся, у господина поставлена небольшая ремарка есть. Я почему решил вклиниться в выступление, потому что вопрос такой принципиальный, на мой взгляд, Анна затронула, вот когда она здесь рассказывала, так сказать, НКО, которое занимается, в общем-то, не совсем законной деятельностью и, собственно говоря, дискредитирует само понятие НКО. Вот здесь, на мой взгляд, очень важно разделить НПО, неправительственные организации, которые легально и законно работаются, от тех, которых, правильно назвать, посредниками. Вот эта проблема посредников, она существует достаточно долго. И вот здесь мы с Гавхар все время спорим, посредники вот такие незаконные, это производная федеральной миграционной службы. Никаких иллюзий в этом не должно ни у кого быть вообще. Если посредник не смог бы делать необходимую услугу, никто бы с ним работать не стал бы. Это первое, да? Коммерческие? Да, коммерческие. Это не НПО, это не НПО. Они могут себя выдавать за кого угодно и как с этим бороться. Вот здесь мы были, кстати, в администрации президента на совещании недавно, и генпрокуратура нам опять говорит, а что там с этими поставить? Давайте посмотрим, как они работают. И вы знаете, я в этой сфере уже более 20 лет, и я это слышу, давайте посмотрим, как эти работы. Да, уже 20 лет об этом говорил Грызлов, прям лично на совещании присутствовал, Норгалиев, про посредников, и ничего не делается. А путь совершенно простой. Федеральная миграционная служба инфраструктурно не готова к обработке такого количества мигрантов. Физически не готова, это не вина, это ее беда. И надо бы давно уже обсуждаем легализовать эту посредническую деятельность точно так же, как она легализована для тех, кого отправляем за рубеж на работу. Все, дай лицензию, номер, выход в интернет, и не будет таких посредников. Это, то есть я хочу разные понятия посреднической деятельности и неправительственной организации. Все, спасибо. Спасибо за вашу ремарку. Теперь Дмитрий Полетаев, директор региональной организации Центра миграционных исследований. Дмитрий, пожалуйста. Мое выступление навеяно обсуждением вот этого закона о социально-культурной адаптации, интеграции иностранных граждан Российской Федерации, который пока еще, насколько я понимаю, не изменен, в отличие от первого закона, который, но хочется надеяться, усилиями миграционного сообщества просто каким-то здравым смыслом руководствовать, может быть, те, кто, значит, его изменял и его изменили об иммиграционном контроле. Вот как раз-таки второй закон, с ним пока ничего не происходит и мне кажется, что вот была, допустим, такая системная ошибка при его разработке. Я, как человек, представляющий исследовательскую организацию, могу сказать, что мне видится важным было начало разработки такого закона, это исследование. Собственно, я хочу остановиться на нескольких категориях учреждений, которые с мигрантами работают. Это государственные учреждения, не правительственные организации, а церковные организации. Значит, мне кажется, что очень важно было бы сначала изучить опыт тех организаций, которые уже работают, они уже сталкиваются и уже решают эти проблемы, которые возникают из-за массовой миграции в Россию. Значит, во-первых, государственные учреждения, это опеки, которые работают с детьми мигрантов. Это функция им не свойственна, они ее взяли на себя, несмотря на то, что они вообще, по идее, должны работать именно с российскими детьми, с проблемами, которые, значит, им по уставу они должны решать. Но, тем не менее, они активно работают с детьми-мигрантами, активно работают с мигрантскими семьями, и в этом смысле они наработали очень большой опыт, который фактически остается неучтенным и невостребованным. Мне кажется, это системной ошибкой. Кроме того, общеобразовательные школы, в которых дети-мигрантов учатся, кроме обмена, значит, опытом завучей на каких-то заседаниях таких окруженных, существует там система повышения квалификации, где они друг друга читают лекции о том, как нужно правильно выходить из ситуации, если в школе конфликт, который из бытового перерос в межнациональный, или как просто избежать вот этой конфликтной среды. И в этом я хотел бы отметить, мы это неоднократно уже отмечали в исследованиях, и хотел бы все равно сегодня подчеркнуть, что учителя сегодня фактически демотивированы к работе с детьми-мигрантов, потому что существует общий фонд, из которого они получают заработную плату, существует премиальный фонд, который распределяется в соответствии с уровнем оценок. И вот те преподаватели, у которых в классе оценки выше, они получают выше зарплату, а те, у которых успеваемость ниже в классе, они к зарплате эту прибавку не получают. Это как раз те учителя, которые работают в классах, где мигрантов много, потому что те, они очень хорошо знают русский язык, они с ними больше занимаются, и вот за эти свои усилия они получают заниженную зарплату. Это такая системная ошибка в образовательной системе, которую тоже обязательно нужно исправить, но я хочу сказать, что вот эти учителя, которые в этих школах работают, они наработали бесценный опыт, или, скажем, вот есть вот эти 12, сейчас уже намного меньше этих школ, в каждом из округов Москвы, была создана специальная система по работе с детьми мигрантов, были написаны учебники, были подготовлены, персонал, а сейчас это все рушится, потому что они не имеют определенного юридического статуса уже за четвертый год. Кто-то из них коммерциализируется, кто-то просто закрывается. Мне кажется, это тоже системной ошибкой этот опыт не учитывать. Значит, вторая категория это российские МПО, которые долгое время уже с мигрантами работают, об этом говорили уже до меня, я хочу подчеркнуть, что они работают именно с той категорией самой проблемной, которой не занимаются, скажем, открывающиеся сейчас кризисные центры. Вот в САО, например, в Северном административном органе в прошлом году, в этом году был открыт специальный женский кризисный центр, довольно большой, у него помещение, у него специалисты, но работают они только с теми, кто зарегистрирован в этом округе. А как раз самая тяжелая проблема возникает у тех, у кого вообще документов нет, или кто не зарегистрирован, это в том числе российские мигранты, это не обязательно мигранты из Кавказа, если человек приехал из Орла, или семья переехала, у них в семье домашнее насилие, а их просто с ними не будут заниматься в этом кризисном центре, и это проблема для всех государственных организаций, они прежде всего смотрят на регистрацию, НПО на регистрацию не смотрят, они выполняют огромную социальную функцию и социальную работу, и мне кажется, именно из-за этого, из-за их гибкости их нужно обязательно поддерживать, и еще мне кажется важным, что НПО предоставляют услуги всем мигрантам по факту, и вот это такой естественный процесс, на который вышли все НПО, которые довольно давно работают, вот взять НПО миграции закона, начиналось с Таджикистана, потом по Центральной Азии, сейчас присоединялся в Молдавское направление, и логично было бы им сейчас доработано прямо с Украиной и с внутренними мигрантами, это организации, которые имеют колоссальный опыт, это там круглосуточная горячая линия, почему не поддержать эти организации, каждый год эти организации на грани закрытия, там да, вот есть Центр Сестры, который работает с домашним насилием, да тоже уже 20 лет, и каждый год они думают о том, найдутся ли у них деньги заплатить за телефон, не выгонят ли их женская консультация, которая их снизу все время пытается выгнать из этого технического помещения, в котором они ютятся на 20 лет уже, это в общем, очень, я считаю, ситуация ненормальная, такие организации должны иметь постоянную поддержку, их опыт нужно перенимать, потому что были наработаны тренинги, с помощью которых они обучали даже полицейских, вот например, сёстры, они обучали полицейских, как открывать дела по торговле людьми, тогда у них очень много опыта, и это, мне кажется, что обязательно перед тем, как такой закон писать, нужно было просто сделать такой паспорт того, что есть уже, и это использовать. Если мы будем говорить о сетях российских НПО, это очень тоже важная такая сила, которую надо бы использовать, потому что эти НПО между собой обмениваются опытом, они помогают друг другу, и на их примере, если уж есть установка, скажем, открывать новые адаптационные центры, можно было бы на их примере просто вот эту организацию, вот этой сети, чтобы эти адаптационные центры не были каждый сам по себе в этих регионах, а тоже, чтобы использовать этот опыт по обмену опытом. Такая немножко тавтология. Потом церковные организации. В отличие от государственных организаций, они сейчас и от НПО, они разворачивают только свою работу, но у них огромный потенциал, потому что в каждом селе есть церковь, в каждом селе есть священник, и это совершенно непростительно, что игнорируются вот эти возможности. Я знаю, что на Украине был специальный умомо-проект, когда они работали с иерархами церковных организаций и помогали им, потому что они осознают эту проблему, остроту этой проблемы, но они не всегда понимают, как они могут с этим работать. И мне кажется, очень важно работать с церковью и передавать ей опыт НПО, тот опыт, который и государственные организации накопили. И этот ресурс очень хороший, мне кажется, очень перспективна та работа, которая сейчас начата. Значит, мне кажется, еще, что диаспоральная организация, как уже говорила Юлдуз, как говорила коллега, это тоже системная ошибка привлекать их как в роли основных организаций, которые помогают ФМС или какому-то другому государственному органу в работе с трудовой миграцией. Потому что это, как правило, самоорганизация тех людей, которые уже давно приехали в страну, они как-то самоутвердились, они имеют источники дохода, и они вспоминают свою идентичность. У них есть запрос на изучение родного языка, они не хотят, чтобы их дети утратили родную культуру. Но работать с вновь приезжими мигрантами, это не совсем то, почему они были организованы, самоорганизовывались. И вот это противоречие, которое существует в том, что их все время привлекают для работы с вновь приезжими, а они-то ориентированы на работу с теми, кто уже почти стал коренными жителями или гражданами. Мне кажется, что это просто противоречит их функции, из-за которой они организовывались. И поэтому мы получаем на выходе, то, что часть из них, те, которые получают доступ в общественные советы, к каким-то государственным властным структурам, они этот ресурс используют в коммерческих целях. Всегда найдутся люди, которые, если организация не свойственна эта функция, а значит выход есть, находятся люди, которые его используют. И это тоже ненормально, то, что происходит у нас сейчас. мне кажется, после такой паспортизации тех возможностей и тех практик, которые уже есть, уже на основании такого мониторинга можно предпринять некоторые вещи, которые, мне кажется, очень важными. Первое, это прямая адресная поддержка тех НПО, которые заслужили общественное доверие, и эмигранты их знают. я не беру сейчас те критерии, по которым их отбирать, озвучить, но их не так тяжело выделить. Эти организации на виду. Там, я не знаю, можно промониторить публикации, кого привлекали на протяжении этих 20 лет как экспертов. Это можно массовые возможности найти, но их не так много, к сожалению. Их выделить можно. Их нужно поддерживать адресно. Второе, это грантовая поддержка на конкурсной основе. Если мы говорим о том, что часть функций, как господин Поставнин уже сказал, мы перекладываем на НПО, просто нужно объявлять конкурсы грантовые, и это будет более эффективное использование денег, потому что организации будут соревноваться между собой, но, безусловно, тут тоже важно не переборщить, потому что появятся, наверное, те, кто будут давать заниженную цену, по которой совершенно невозможно будет работать. Это все тоже возможно регулировать, но мне кажется, что это принципиально может изменить подход к социальной и социокультурной адаптации мигрантов. И вот уже после того, как этот опыт наработан и будет учтен, как будут поддержаны те организации, которые работают, уже после этого можно создавать сеть этих новых адаптационных центров, если мы увидим, что в каких-то регионах недостаточные НПО, которые могли бы помогать мигрантам, в том числе внутренним. Я вот опять-таки призываю связать эту проблему внешней и внутренней миграции, потому что иногда в городах больших внутренние мигранты оказываются вне пределов работы этих НПО, которые работают с мигрантами. И вот я присутствовал, скажем, на собрании в одной из школ, где, значит, дети мигрантов учатся, и пришел, значит, представитель ФМС, ему задавали вопросы родители, значит, из Киргизстана, которые приехали, из Таджикистана, а вот из Воронежа там были родители, у которых проблема, да, они спросили, а он сказал, а я вами не могу заниматься, потому что, значит, вы граждане Российской Федерации, и вашу проблему я не буду решать, потому что это не мои функции. Вот почему граждане России получаются вне внимания. Мне кажется, что именно вот тот опыт, который есть у НПО, его можно было бы расширить на внутренних мигрантов, потому что это очень тяжелая тема, потому что получается, что на низовом уровне вот эти мигранты внешние и внутренние конкурируют за рабочие места, за жилье, и вот эта вот нетерпимость, которая существует, ксенофобия, она в том числе подогревается вот тем, что нет вот такого взвешенного подхода и нет работы с внутренними мигрантами, в том числе с Северного Кавказа, о чем опять-таки господин Пусталовин сказал, в прошлом году у нас было исследование специально по заказу полномочного по правам человека Москвы, и мы выделили, что, скажем, там был такой вопрос, как вы отреагируете, это я последний на этом заканчиваю, как вы отреагируете, если ваша дочь или сын вступит в брак с мигрантом, и мы делили по категориям, с Северного Кавказа, там, да, внутренние мигранты не с Северного Кавказа, из Центральной Азии, Белоруссии, значит, Украины и Молдовы, и оказалось, что именно по отношению к гражданам из Северного Кавказа нетерпимость выше всего, там, 82 или 3 процента, и такая же, чуть меньше, у Центральной Азии, там, да, еще меньше, там, у Молдовы, где-то там, около 50 процентов, около 30 Украина, и там, внутренние мигранты около 20 процентов. Это вот просто говорит о том, что проблема очень, такая, можно сказать, почти на поверхности, там, да, и заниматься этим надо, и вот этот закон очень важно, что в этом направлении начали работать, но прежде, чем что-то принимать, на мой взгляд, как там, научного сотрудника, может быть, у меня такой искаженный взгляд, да, это такая трансформация, да, произошедшая из-за моей профессиональной деятельности, но я глубоко убежден, что без научного исследования, без оценки потенциала, который есть, и подпитки того, что уже выросло само, там, да, не нужно насильственно насаждать новую систему, просто ее нужно плавно интегрировать в то, что уже есть. Все, спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Теперь Максим Паршин, представитель структуры Московского Патриархата. Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, рад присутствовать, здесь сегодня на этой площадке. Спасибо за приглашение. Церковь с самого начала, это более двух тысяч лет назад, помогает страждущим и людям, попавшим в тяжелую ситуацию, поэтому вот такой, наверное, уже более чем двухтысячелетний опыт, в том числе, помощи эмигрантам. если говорить о современной ситуации, то, без слов, нужно говорить и про историю, да, нашу. 23 года прошло после распада Советского Союза, да, вот, развал некогда единой страны наложил определенные и экономические модели новые создал. И в этих условиях, в условиях кризиса многие люди поехали туда, где лучше. Зачастую лучше, хотя Россия тоже переживала далеко не лучшие времена вот в эти годы, было именно в России, да, особенно там конец девяностых и двухтысячные года. Вот. И основанием для нашей работы в современный период с мигрантами, так же, как и две тысячи лет назад, является заповедь Христа о любви к ближнему, о помощи тем людям, которые попали в тяжелую ситуацию, да, как Христос говорит в Евангелии, если ты помог братьям этим меньше, ты помог мне, да, вот. Помощь была самая разная, мигранты обращались и на приходы, и получали различную помощь, начиная от материальной, заканчивая психологической, кому-то просто надо было поговорить с священником, рассказать о наболевшем, кому-то помочь едой, одеждой, вот. И нужно отметить, что два года назад мы вышли на новый уровень, работа некогда разрозненная в разных регионах, в разных епархиях России, начала координироваться, был создан церковно-общественный проект просвещения, языковая и культурная адаптация мигрантов. Суть этого проекта заключается в создании сети курсов по русскому языку, культуре, истории и основам законодательства России. Таким образом, мы помогаем мигрантам адаптироваться и инкультурироваться в российские реалии, помогаем понять, что то общество, в которое они приехали жить и работать, общество с многовековыми традициями межрелигиозного мира, межнационального сотрудничества. Вот. И когда нас спрашивают, почему церковь работает с мигрантами, которые преимущественно приезжие из Средней Азии, трудовые мигранты, мусульмане по своему вероисповеданию, по своей культуре, мы говорим, потому что именно церковь идет в авангарде вот этого межрелигиозного диалога и показывает пример. Ну, в качестве такого положительного образа можно представить курсы в Хабаровске, например, у нас идут на базе мечети. Да. То есть церковь здесь сотрудничает с другими религиозными организациями. Сотрудничаем мы со светскими многими структурами, университетами, на базе светских вузов во многих регионах также эти курсы проходят. Вот. Поэтому работа это сейчас продолжается и я рад, что мы на наших площадках тоже нам удается объединить множество представителей некоммерческих организаций, людей, которым не безразлична судьба мигрантов и людей, которым не безразлична судьба коренного населения, потому что в нахождении баланса между интересами коренного населения, 80% которого является русским населением, и правами защиты прав мигрантов, которые безусловно нуждаются в том, чтобы эти права защищались в нормальную жизнь. Мы все время говорим о том, что мигранты это тоже люди, это не рабы, помните об этом, пожалуйста. Относитесь к ним тоже, соответственно, как к людям. Ну вот, в нахождении какого-то баланса и заключается, наверное, тот серединный путь, по которому мы считаем нужно идти, для того, чтобы не возникало конфликтов новых в российском обществе, не провоцировалась межрелигиозная и межнациональная вражда. А это, вы, наверное, все со мной согласитесь, очень важно сегодня. Я хотел, вот, зачастую говоря о том, что рост экономики не может быть обусловлен без рабочей силы, без роста рабочей силы, и мы сегодня слышим часто, что нужно эту рабочую силу восполнять за счет мигрантов. Этот вопрос упирается, кстати, в другой. Нужно ли регулировать миграцию или не нужно? Я хотел бы вспомнить, во-первых, слова святейшего Патриарха Кирилла, которые он сказал на встрече с директором Федеральной миграционной службы в августе прошлого года о том, что важно не только привлекать мигрантов и не столько, сколько повышать рождаемость собственного коренного населения. Потому что, если даже сейчас россияне начнут работать над решением этой задачи, то, наверное, первые признаки какие-то экономические, они станут понятны лет через 18-19. Поэтому, нужно ли контролировать и координировать миграцию? Наверное, нужно. Каждая страна должна этим заниматься с учетом национальных интересов, в том числе и Россия. Должны ли НКО участвовать в этих процессах? Безусловно, должны. Это общий мировой опыт, это европейский опыт. Другое дело в том, что, допустим, НКО должны работать на сохранение культурного пространства той или иной страны, а в России это культурное пространство обусловлено культурой государства, образующего русского народа. и от самочувствия русского народа зависит самочувствие всех других народов, проживающих в России и само существование российского государства. Это должны, НКО должны работать на сохранение традиционной для России ценностей. Эти ценности были сформированы, сформулированы давным-давно в нашей цивилизации. это вера, это труд, это семья, любовь, ответственность в конце концов. И вот это очень важно. Я считаю, ценности должны нас объединять. Важно, конечно, знать язык, но важнее понимать культуру, потому что многие проблемы в миграционной сфере связаны именно с бескультурой. Приезжает молодой мигрант из той или иной страны, он не знает, как себя вести, и зачастую это становится провокацией для какого-то конфликта. Посмотрите, каким уважением пользуются представители разных национальностей старшего поколения, потому что они, во-первых, умеют представить достойно свою культуру, они умеют с уважением поднестись к культуре другого человека. Вот этому надо учиться. И это тот положительный опыт, который мы можем почерпнуть из системы межнациональных отношений, которая была в Советском Союзе. Принято сейчас ругать ее во множестве случаев, но вот есть много чего положительного. Ну и вместе с тем нужно, конечно, не забывать о русском народе. Церковь здесь продолжит эту работу по адаптации и интеграции мигрантов. Мы думаем сейчас над созданием, над продолжением работы не только в сфере обучения мигрантов, но также сети центров, которые помогали мигрантов адаптироваться в реалии жизни российской, помогали бы им найти жилье, найти, получить какие-то правовые услуги. Я думаю, здесь бездна целая раскрывается, бездонная для сотрудничества с различными светскими некоммерческими организациями. Поэтому еще раз всех приветствую. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Максим. Теперь, коллеги, у нас есть презентация из Армении. Коллеги Вереваня, мы можем вывести вашу презентацию на экран. Мы вас не увидим, но мы вас услышим. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Анна Таджорохян. Сегодня я представляю Государственное агентство занятости. Тема нашей сегодняшней презентации содействия миграции и реинтеграции в Армении по сотрудничеству с НПО People in Need. Во-первых, коротко расскажу, что из себя представляет Государственное агентство занятости. Государственное агентство занятости является обособленным подразделением Министерства труда и вопросов Республики Армении. Основными задачами агентства являются содействие безработным, найти подходящую работу и работодателям найти качественную рабочую силу. По всей Республике Армении государственная агентство занятости имеет 51 местных центров и 7 миграционных ресурс-центров, 4 из которых были созданы в 2012 году по сотрудничеству с People in Need. Сотрудничество с People in Need началось еще в 2009 году. Отмечу, что с 2009 по 2012 года сотрудничество проходило в рамках программы усиления укрепления миграционного потока в Армении и после в рамках программы содействия циркулярной миграции и реинтеграции в Армении с 2013 по 2015 года. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Представлю вам результаты проделанной работы по программе усиления укрепления миграционного потока в Армении за 2009 по 2012 года. За три года были созданы 32 курса по подготовке мигрантов 283 бенефициаров были зарегистрированы. Из них 110 были устроены на работу. Также были получены гранты завернувшихся мигрантов и отмечу, что процесс обеспечения грантов был осуществлен вместе с местными центрами государственного агентства занятости. Следующий слайд, пожалуйста. также в рамках данной программы были организованы бизнес-курсы. В данную программу зарегистрированы 194 бенефициаров, из них 159 поучаствовали в данной программе, 70 представили бизнес-планы и 27 из них были профинансированы. отмечу, что финансирование происходит совместно с People in Need 80% и 20% от участников. Следующий слайд. Перейдем к второй программе, которая называется «Содействие циркулярной миграции в Армении за 2012 по 2013 года». Длительность данной программы 30 месяцев, целевые районы Арарат, Армавир, Вайот, Цельсюник. Отмечу, что это миграционные ресурс-центры, выше уже было отмечено, что их семь, и целевая группа, конечно же, рабочие мигранты и вернувшиеся мигранты. Наша задача в рамках данной программы является содействовать межведомственному сотрудничеству, организовать переподготовительные курсы для государственных учреждений, также организовать поездки с целью обучения. Происходят исследования в сфере миграции, создаются и есть цель создать как можно больше миграционных ресурс-центров, сотрудничество с миграционными компаниями, то есть пресс-туры, ток-шоу, медиа-награды и повышение уровня информированности среди молодежи по средствам образования, то есть также организуются подготовительные курсы для преподавателей. Следующий слайд. В программу входят также консультации, переподготовительные курсы для мигрантов, бизнес-курсы и гранты. Следующий слайд. В рамках программы содействует циркулярная миграция в Армении за 2013-2015 годы. За год, за 2013 год было организовано три курса по переподготовке мигрантов, были зарегистрированы 20 и 13 из них были устроены на работу. Следующий слайд. Также в рамках данной программы организованы бизнес-курсы 170 зарегистрированных бенефициаров, 154 из них стали участниками, 75 представленных бизнес-планов и 16 из них были профинансированы. отмечу, что сотрудничают с people in need осуществляются поездки с целью обучения. За эти годы были организованы 4 поездки, 2 поездки в рамках первой программы и 2 поездки в рамках второй программы. Спасибо за внимание. На сегодня все. Спасибо большое. Коллеги, я предлагаю, если здесь есть желающие выступить в Москве, пожалуйста, любому человеку мы готовы предоставить слово. Да, конечно, Наталья. Хоффман, Наталья. Сегодня выступаю в качестве независимого эксперта. Я бы хотела в общем свои мысли относительно того, что было сегодня сказано представителям экспертного сообщества. Когда мы говорим об интеграции, мы должны понимать, о каких категориях людей мы говорим, о какой степени интеграции и вовлечения этих людей в общество. Мы должны обсуждать. Если мы говорим о людях, которые приехали для того, чтобы поработать здесь год, вернуться и больше не возвращаться, наверное, для них нужен какой-то определенный один уровень интеграции в этот социум. А если мы говорим о людях, которые уже приехали, выразили намерение здесь остаться и, собственно говоря, уже жить, рожать здесь детей и плодотворно, то есть приносить пользу этому государственной регулярной основе, то здесь мы говорим, собственно говоря, про другой уровень интеграции. И исходя из этого, мои подходы в том, как реагируют те же самые организации. То есть мы сегодня слышали про коммерческие и некоммерческие организации. Так вот, мне кажется, что те, которые осуществляют на базах НПО свою коммерческую деятельность по оказанию каких-то платных услуг для мигрантов, которые приехали сюда с краткосрочными намерениями осуществлять свою трудовую деятельность, то есть может быть это где-то и оправдано именно как коммерческая составляющая, потому что действительно сложно пройти все эти бюрократические процессы и те ступени, которые есть. То есть вопрос просто заключается в том, насколько вся эта деятельность легитимизирована и насколько она поддается контролю, то есть насколько это работает в белом, так сказать, в белой схеме оказания вот этих услуг происходит. То есть когда мы говорим про неправительственные организации, про те, которые работают долгий период времени, то есть у нас был опыт работы с фондом миграции 21 века, когда мы года 2 или 3 тому назад как раз с миграцией хотели собственно говоря поиметь вот эту базу того, что есть. Поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, у меня идет возвратом, то есть рефреном относительно того, что мы тогда проходили. То есть да, действительно, как сказал Дмитрий, то есть есть организации, которые работают уже долгий продолжительный период времени, которые наработали уже базу того, с кем они работают, у них уже созданы и взаимодействия с государственными органами власти, и с другими неправительственными организациями, которые работают в этой сфере, они каким-то образом сосуществуют и с диаспоральным сообществом, и вот на фоне вот этого вот, то есть они находят в том числе и возможности нахождения каких-то грантов и какого-то финансирования. Конечно, принятие закона об иностранных агентах очень сильно подкосило возможность финансирования большого количества неправительственных организаций, то есть и возможности получения грантов, про которые говорил Дмитрий, от российского государства, к сожалению, это тоже очень такая теневая и очень серая схема, то есть сколькими организациями, с большим количеством организаций, которые долго работают, я не говорила, у которых есть очень большой бэкграунд того, что они делали, которые пытались принимать участие в тендерах, Вариант победы в этих тендерах практически минимален. К сожалению, составляющая участия в социальных тендерах не учитывается самим государством, хотя оно бы могло использовать этот механизм именно в вычленении и помощи тем организациям, которые затвердили себя не просто оказанием более удобной или выгодной цены по тендеру, как оно есть по закону формально. При проведении социальных тендеров нужно учитывать вот эту составляющую историческую, то есть эффективность именно действия в этой серии оказания услуг. Относительно опыта, про который говорил Дмитрий, про которого, собственно говоря, очень хорошо изучить, мне кажется, что одной из очень хороших площадок того, что есть, это Питер. То есть вот опыт того, сколько мы работали в Питере, то есть в рамках международной организации труда, то есть и их отдела по делам женщин, детей, семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, там наработан такой бесподобный опыт работы в том числе и семи иммигрантов, которые, в принципе говоря, как приезжие из других регионов Российской Федерации в Питер, так и миграционных, которые именно через детей находили доступ именно вот к этим вот семям, то есть и вытаскивали их вот из тяжелых ситуаций. Плюс у них есть база в виде жилого фонда, есть база в виде социальных центров, в которых действительно семья, которая, оказалось, может пройти какую-то реабилитацию, которая может там прожить. То есть относительно жертв трафика, то есть там тоже сейчас при поддержке Красного Креста была открыта шелта для женщин, которые стали жертвами трафика. То есть она существует на деньги Красного Креста, она оказывает услуги, то есть она только начала действовать, и в принципе она оказывает услуги не по паспорту, то есть не по прописке, а именно по факту, то есть ситуации, в которой оказался человек. То есть мне кажется, что вот исследование и изучение более детального, более глубокого опыта вот каких-то конкретных вещей и потом донесение это до государственных структур, вот это, оно может изменить в какой-то степени и тот же самый закон о проведении тендеров, которые для вот некоммерческих, неправительственных организаций, которые реально хотят делать, не просто зарабатывать деньги, то есть выстаиванием в очереди или еще чем-то, но именно оказывать какие-то программы по обучению истории, курсам лингвистическим и так далее. Ну и здесь еще опять-таки для меня очень важна работа с теми, кто стоит на том конце провода, то есть не только с мигрантами, но и с работодателем, с которыми работают. То есть вот достижение вот этой вот аудитории, то есть работа с ними и превращение их в социально ответственных работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы работники, которые у них работают, то есть получали и у них были нормально оформлены документы, то есть чтобы они работали в нормальных условиях, чтобы они могли в тот же самый трехмесячный период времени пройти эти курсы и сдать нормальные, получить сертификаты. То есть, знаете, такой хороший рост, то есть хорошая производительность труда может быть только у хорошего, удовлетворенного своим рабочим местом и условиями труда работника. То есть если работодатель не будет понимать этой, ну в общем, аксиомы, то, соответственно, то есть очень сложно работнику после трудового рабочего дня пойти куда-то на курсы, отучиться на этих самых курсах и потом пойти сдать, что называется, вот этот вот сертификат, получить на язык, на истории, на культуру, потому что это, в общем-то, достаточно объемный материал. Опять-таки по поводу курсов и по поводу всего вот этой вот подготовки. То есть здесь, мне кажется, очень важно работать со странами, которые направляющие. То есть если создать центр каких-то аффилированных структур в странах-направляющих, которые могли бы уже перед выездом оказывать услуги мигрантам по их синцитизации, по обучению и прохождению вот этих вот от курсов, тогда уже приедут, в том числе, и выдача тех же самых сертификатов, когда они приедут сюда уже готовыми. То есть тогда это, во-первых, ускорит, убыстрит процесс, и, в принципе говоря, это для меня кажется не очень сложным процессом в рамках подписанных двусторонних соглашений или каких-то, в общем-то, тех же структур федеральной миграционной службы или других, или университетов российских, которые представлены в странно-направляющих странах. То есть это все, в принципе говоря, решаемо. Вопрос просто заключается в том, что у нас, в принципе, все кубики есть, а создать из них что-то реально стоящее мы почему-то всегда не можем. То есть вот что бы ни собирался, то есть вот все получается, что-то какая-то, что-то не та, да, пазлы что-то у нас как-то не складываются, хотя, в принципе говоря, уже все лежит на поверхности. То есть вот почему-то вот все как-то не складывается. Я хотела бы сказать еще большое спасибо православной церкви за то, что они делают. То есть известно, что, в принципе, наибольший поток людей, которые приезжают к нам, все-таки Узбекистан, Таджикистан, это представители мусульманского вероисповедания. Я знаю, что в странах выезда очень большая работа ведется представителями мусульманской общины. Я знаю, что очень тесное взаимодействие налажено между русской православной церковью и мусульманскими общинами. И что даже в тех местах, где нет мусульманских священников, что православные священники выполняют функцию именно вот этого культурного посвящения мигрантов в социум. То есть ни в коем случае не перекрещивание их или еще чего-то, а именно вот этого культурного адаптирования мигрантов. И мне кажется, что это один из тех шажков, который, собственно говоря, и способствует снижению вот этой социальной напряженности, уменьшению вот этой религиозной розни, то есть и тех конфликтов, которые существуют, и в том числе уведение этих людей от того, чтобы они попадали в какие-то экстремальные террористические какие-то организации, которые, собственно говоря, только стоят и ждут, когда люди, которые оказались в бесправном положении, то есть под видом истинной веры, то есть ввести их в какое-то обратное русло. Поэтому вот мое, что называется, личное спасибо за это, мой комментарий, то есть на то, что было сказано. Спасибо. Спасибо, Наталья. Пожалуйста. Да, давайте мы как бы вопросы, комментарии, а потом к вопросам перейдем. Можно микрофон, потому что иначе там не слышно. Как Вячеслав Александрович тоже докладывал, я по этим очень схематически, тезисно, что, к сожалению, в Казахстане законодательство отсутствует по адаптации интеграции, а политики реинтеграции тоже вообще отсутствуют, потому что мы принимающая страна, и последние годы поехали, но политика такая отсутствует. Но в то же время специфика Казахстана в том, что с самого начала получения суверенитета, с 91-го года Казахстан проводит политику репатриации этнических казахов, аралманов. И адаптация, наверное, в идеальном виде, которая должна существовать, она существует в отношении аралманов. То есть в законе прописано очень подробно несколько статей, и буквально вот я упомяну, что тут бесплатные адаптационные интеграционные услуги, тут специальные адаптационные центры по адаптации интеграции аралманов, оказание помощи в трудоустройстве, повышение квалификации, освоение новой профессии, создание условий для изучения казахского и русского языка, выделение квоты для поступления в учебные организации, ну все, и ПТУ, и ВУЗы, и так далее. И предоставление мест в школах, социальная защита на уровне, ну если аралман по квоте, то на уровне гражданина Казахстана, выплата пенсии пособий и бесплатно гарантированный объем медицинской помощи. То есть, конечно, такой вряд ли миллионам мигрантов, пребывающих в России и в Казахстан, тоже сотни тысяч это будет предоставлено, но во всяком случае вот такой набор у нас адаптационных интеграционных услуг у нас прописан в законодательстве. И еще политика, я бы сказала, не адаптации интеграции, а реабилитации ведется по поводу женщин, жертв трафика, тут и создание шелтеров, тут и психологические услуги, горячая линия и так далее, и тому подобное. Конечно, очень сложная ситуация с НПО, потому что и само гражданское общество не так развито в Казахстане, и мы говорим, оно на эмбриональной стадии полностью зависит от иностранного финансирования. К сожалению, тендеры, которые стали выделяться, но вот тут вот сразу же появились коррупционные схемы, поэтому не каждое НПО, особенно правозащитное, будет участвовать в подобных тендерах. И НПО, которые работают в области адаптации мигрантов, это отобранные в результате конкурса, который объявляет международные организации, первый такой был в 2006 году, фонд «Центральная Азия». И он работал два года, и потом в 2010 году, это DFID и MOM. То есть и те несколько организаций, которые работают в разных городах Казахстана, они объединены, ну, когда они выполняют проекты, они локально-региональных выполняют, но сети не существуют, но во время реализации проекта существует рассылка, и как бы вот они в это время связаны информационно. Я бы, если вернуться к началу презентации, я бы так сказала, что нам надо было сначала определиться с терминами, что такое адаптация и что такое интеграция, потому что через запятую это нельзя, это проходят годы, десятилетия проходят, чтобы произошла интеграция, а первый этап это всё-таки адаптация, и если кратко, это просто приспособление к новым условиям. Это очень важно, это ключевое слово, потому что без языка он приехал из Узбекистана, из Узбекистана, он здесь вообще, извините, не бэ, не мэ, если у него нет профессии даже элементарной, он здесь не устроится, не получит денег, не пошлёт в семью назад, какой тогда смысл в его приезде, и также и правовые знания элементарные, то есть в Казахстане, например, законодательно закреплена временная миграция, у нас год проработал, всё, ты обязан покинуть страну, то есть если только квалифицированная рабочая сила, они могут продлять контракт тоже официально, но вообще с этим очень строго, и поэтому какая адаптация, вот кто сейчас только говорил о том, что кто временно приехал, а многие временно приезжают, просто вынуждена такая регуляция правовая, там совсем другие условия для адаптации, и в последующем, ну, если не будут часто приезжать, то для интеграции, а интеграция, это равные права, то есть уже прошло несколько лет, и интеграция, это уже равные права, которые приобретает мигрант, потому что он имеет право на доступ к рынку труда, на какие-то политические права, и какие-то виды на проживание и так далее, вот дело в том, что в Европе несколько лет назад разработали такую программу оценки политики интеграции мигрантов, the Migrant Integration Policy Index, и у них там 140 с чем-то индикаторов, 146, да, по основным направлениям, и они потом создают вот такую диаграмму, вот кто видит, вот это, ну, как бы идеально, вот должно быть вот по внешнему кругу, а вот это интеграция, оценка политики интеграции в Казахстане, то есть вот по всем основным направлениям, это и мобильность, и доступ к рынку труда, воссоединение семей, доступ к образованию, получению гражданства, меры по борьбе с дискриминацией и так далее, то есть интеграция, это гражданин становится равноправным и имеет доступ ко всем социальным услугам и политические права, которым обладают граждане, принимающие страны, вот, кстати, обратила внимание, что социальные организации там всего 5% работают в этой очень, в очень уязвимой сфере. Я еще хотела сказать, вот, поскольку немножко у нас в таком мозговой атаке и предложения предполагаются, я все-таки как человек, поработавший в гражданском секторе, как-то совмещала в тяжелый период и научную, и исследовательскую работу, и НПО, и зная, насколько слаб этот сектор, я, к сожалению, вынуждена констатировать, что НПО не сможет ничего серьезного сделать по адаптации, интеграции. И если какое-то НПО захочет коммерциализироваться и честно, прозрачно оказывать какие-то услуги по организации, по адаптации, то это, что называется, флаг варм руки, потому что это нормальный путь. Я совершенно согласна и сама часто повторяю о том, что нам нужно формировать механизмы саморегулирования. И вот центры профессиональной подготовки, квалификационной переподготовки, сети рекруитинговых агентств, не те какие-то коррупционные посреднические организации, а среднее звено рекруитинговых агентств – это вот частных, частногосударственных или государственных. Это вот тот самый средний уровень институциональный, который способствует разработке механизмов саморегулирования и организации легальной работы, легального трудоустройства. Ну и, конечно, центры информационной правовой поддержки мигрантов в стране исхода обязательно консалтинговые службы, курсы изучения языка, особенно сейчас с нынешним поколением, которое не знает русский и так далее. Ну и опять, без инфраструктуры невозможно. Мы, по-моему, уже какой год говорим, что если нет системы арендного жилья, если нет социальной инструкции для детей, мигрантов, ну о какой адаптации мы можем речь вести? То есть это не НПО, это первое государство, которое формирует законы и потом создает институты, а потом уже приходит НПО в помощь на толерантность, там, по консультации и прочее, но без институциональной основы, без законодательной, которая делает прежде всего государство. Давайте не будем обольщаться. Даже, простите, маленькое добавление. Вот как звучит определение трудовой миграции, трудового мигранта в конвенции? Это, значит, человек, который, или люди, которые занимались, занимаются или будут заниматься оплачиваемой деятельностью в стране, гражданином которой они не являются. А у нас в законе это человек, который занимался трудовой деятельностью в стране, гражданином которой он является. То есть нет слова оплачиваемой. И, пожалуйста, значит, никакие претензии мигранта, вот вы, когда вы рассказывали, я сразу это вспомнила, никакие претензии мигранта, вы зарыдаете мне мои денежки, не имеют права быть, потому что здесь в законодательстве написано «приехал, трудись». А насчёт того, что он оплачиваемый, это нет. Но то есть опять лоббирование. Вот в чём мы можем более, вот, знаете, более прицельно, более чётко. Вот наша задача как альтернативность. Степан сказал, что мы типа третий, пятый. Ну я вот так, в кавычках, конечно, возьму, пятый сектор. Вот, да, мы автономная, мы автономный сектор. И мы можем сделать то, что не сделают другие. Лоббирование, например. Вот даже лоббирование вот этих законодательных и прочих измерений. Можем, можем. Особенно в азиатских республиках можем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Слово господина Малахова вам просила. Спасибо большое. Да, я боюсь, что я как исследователь буду, может быть, то, что я буду говорить, позвучить немножко для практиков излишне абстрактно. У меня уже есть хороший пример. Вот вступление Дмитрия Полетаева, который тоже исследователь, который сказал, мне кажется, очень много правильных вещей. Вот Вячеслав Поставнин сказал о книге. На самом деле книга ещё не вышла. Она выйдет, наверное, в конце года или в начале следующего. Она так и называется «Интеграция мигрантов в концепции и практике». Вышла брошюра, пока вырос МД на эту тему. Это так в плане саморекламы. Я хотел обратить внимание на такую вещь, как язык, о котором мы на эту тему говорим. Лексика, категории, понятия, в которых мы этот предмет осмысляем и преподносим его публике. Это очень важная вещь, как мне кажется. В частности, давайте задаемся вопросом, является ли интегрированным само то общество, интеграция которого мы ожидаем от мигрантов. Уже этот вопрос фактически поднимался. И случаи, подобные Пугачёву или Бирюлёву, как раз о многом об этом и говорят. В частности, помимо ещё неоднородности, жуткой расслоенности, стратифицированности нашего общества по социальным классам, имущественному, идеологическому признакам и так далее. Это достаточно очевидно. Мне кажется, это стоит иметь в виду, когда мы предъявляем требования интеграции. Второе, что я хотел сказать. Мне кажется, говоря на тему, мы слишком много уделяем внимания культуре и слишком культурным аспектам этого процесса, слишком мало социально-структурным. Очень часто это звучит, и здесь это тоже звучало, что корень проблемы в том, что, скажем, мигранты не знают культуры принимающего общества или плохо представляют себе правила игры, по которым живёт общество. По-моему, как раз наоборот. Они как раз ведут себя так, вот как говорил Вячеслав Поставнин, вот они там нарушают закон. А является ли таким законопослушным само принимающее общество? Не является ли как раз такой вполне обыденной практикой жизнь вопреки закону? Соответственно, то, что мигранты ведут себя так, это как раз не проявление их неинтегрированности, а проявление их желания интегрироваться. Они пытаются адаптироваться к тем правилам игры, которые существуют здесь. Это не какое-то, понимаете, проявление культурной чуждости. Далее. Молодой человек, как было сказано, приезжающий откуда-то издалека, не знает, как себя вести. Или имплицитно, что предполагается, что он ведёт себя как-то, соответственно, какой-то такой традицией отдающей страны, какой-то своей традицией, вопреки традициям принимающего общества. Не согласен. Как раз он ведёт себя здесь иначе, чем он вёл бы себя дома. Уважение к старшим, уважение к женщине и так далее. Он все эти правила, так сказать, то есть правила в его, так сказать, в его культуре, они принципиально не отличаются от правил поведения принимающего в стране. То, что он ведёт себя иным образом, говорит не о том, что он культурно чужд, а о том, что этот процесс, он гораздо более сложный. Это колоссальная, комплексная вещь. Почему он ведёт себя так? В том числе, потому что распространены в этом обществе неправовые практики и так далее. Много разных измерений в этом деле. Мне кажется, это очень важно. Первое, не культурализировать проблематику, понимать, что первичные социально-структурные проблемы, прежде всего правовые, правовой статус, нерегулированность правового статуса, условия труда, условия жилья, постоянное столкновение с фактами дискриминации и на, опять же, на рынке труда и на рынке жилья, постоянное, чудовищественное состояние коррупции, как такой факт обыденной жизни. Вот ключевые проблемы. Как можно ожидать от человека интеграции, пресловутой, культурной, когда он находится в таких условиях? Не это ли первично? Об этом уже много раз, кажется, коллеги здесь говорили, но это, повторяю, стоит проговаривать. Ну и последнее, не знаю, насколько это будет резать вам слух, мне кажется, мы слишком спешим видеть везде межнациональные отношения. Вот то обстоятельство, что в какие-то социальные отношения вступают люди, представляющие различные, так сказать, ну или являющиеся представителями различных национальностей, совсем не делают эти отношения межнациональными. Мы же не называем отношениями половыми все отношения, которые вступают мужчины и женщины. Этот аспект может иметь, но может и не иметь, и чаще всего он и не имеет этого значения в социальных отношениях. Поэтому, мне кажется, первичные социальные отношения, нерешенные социальные проблемы. Да, совершенно верно. Я хотел показать, что очень плохо, что мы участвуем в этом перекодировании социального в культурное. Это типичный прием бюрократии, не способный, не желающий и безответственный, не желающий решать назревшие проблемы, в частности, с распространением неправовых практик, перевод социальных проблем в культурный план. И публика это покупает, как мы видим. Вот то, что Аня показывала, как мигранты репрезентируются в масс-медиа. Львиная доля публикации о мигрантах это что-то такое, связанное с их нежеланием интегрироваться, с их какой-то склонностью совершать преступления, неуважение к местным традициям и так далее. Это перевод социальных проблем, на которые накладываются, конечно, этнические различия, культурные различия, накладываются, они имеют значение, но именно как накладываешься на социальные проблемы. Перевод социальных проблем в культурный план. Мне кажется, это крайне важно для самого разговора об этом предмете. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Я все-таки хотел бы дать слово, пока еще у нас не ушли с площадок сначала Кишиневу, а потом Ташкенту. Армения, да, уже выступила и ушла, слава богу. Потому что, слава богу, выступила. Потому что они очень просили первыми выступить. Коллеги в Кишиневе. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги и партнеры. У нас сегодня присутствуют представители профсоюзов, представители МОМА, представители проекта, тоже неправительственной организации «Нексус». И мы представители Министерства труда и социальной защиты и агентства по трудоустройству. Что мы хотим... Вот очень интересную информацию нам представили о работе НПО по трудовой миграции и не только по трудовой миграции. К сожалению, у нас в Молдавии это болезненный вопрос. Потому что у нас, кроме международных организаций, вот МОМ, МОД и программ, которые реализуются в рамках партнерства по мобильности, у нас, к сожалению, нет таких неправительственных организаций, которые бы содействовали не только в интегрировании, но и реинтеграции наших граждан-мигрантов. И поэтому мы над этим вопросом работаем. И у нас есть и были некоторые заявки к международным организациям, чтобы поддержать организацию и работу неправительственных организаций. В основном эти НПО, они у нас занимаются работой и консультацией, и, я не знаю, реабилитацией жертв торговли людьми, другими категориями иностранцев, например, с беженцами и теми людьми, которые, иностранцами, которые просят у нас гуманитарную защиту. А трудовыми мигрантами, у нас есть их немного, всего иностранцев у нас по данным Бюро по миграции и убежищам, у нас на сегодняшний день только всего где-то 26 тысяч иностранцев, которые занимаются трудовой или инвестиционной деятельностью. Притом у нас заложена законодательная база, она внедряется, есть закон и план действий по реализации этого закона об интеграции иностранцев. Там включены и трудовые мигранты для интеграции. То, что у нас делается насчет реинтеграции наших граждан, мы об этом говорили на нашей пятой конференции. Но нужно одно уточнение. То, что говорили коллеги из Армении, что организовываются курсы, содействие по составлению бизнес-планов, то, что делается по трудоустройству и по разрешению социальных проблем граждан, у нас этими занимаются в основном государственные структуры. Поэтому моя коллега с Национального агентства по трудоустройству может вам рассказать вкратце то, что у нас делается на региональном уровне и на центральном управлении. Мы вот тут обсуждали выступления коллег, и у нас возникла такая идея и просьба. Раз в Москве, и не только в Москве, действует много неправительственных организаций, которые действуют на продолжительном времени, и у них есть доверенность к их работе, может быть есть смысл, чтобы распространить эту информацию и в наших странах, в которых мы являемся донорами-мигрантами. У нас, например, с помощью МОНа мы напечатали путеводителя трудовому мигранту, который уезжает на работу в России, и там есть все организации, к которым можно обратиться в случае необходимости. И это было бы очень здорово, если бы там при редактировании и новом напечатании, который будет буквально в следующем году, были адреса этих неправительственных организаций, и чтобы у нас был контакт с этими организациями, потому что нетрудно создать такой мостик сотрудничества даже с нашими государственными организациями, которые занимаются трудоустройством, с частными агентствами, которые являются посредниками, с этими неправительственными организациями. К сожалению, у нас в Москве действуют несколько диаспоральных ассоциаций, но они в основном ведут только информационную деятельность. Мало, конечно, помощи от них получают обыкновенные краткосрочные трудовые мигранты, и в большинстве там им помогает ТЕРДИЗОМ, которые сотрудничают, наверное, с другими неправительственными организациями. То, что у нас делается по реинтеграции, в основном мы заложили и в наших программах государственных для помощи и содействия реинтеграции, но наша цель привлечь неправительственных организаций. И вот присутствует господин Славян Гудзу, который работает с этими частными центрами по содействию и реинтеграции граждан, возвратившихся из миграции. Я не знаю, вкратце мы можем рассказать, как, например, работают наши профсоюзы при содействии и интеграции за рубежом. Как раз летом, в прошлом летом, у нас был заключен договор между профсоюзами Республики Молдова и профсоюзами Республики Италия о помощи, об оказании помощи в трудоустройстве и в другом содействии и разрешении некоторых проблем, возникших в процессе труда. И этот договор существует. Еще по улучшению или по продвижению вот этой и по реализации требований закона в допуске к трудовому рынку России, знании русского языка и истории культуры российского государства. Конечно, эти центры, которые там мы увидели, что будут созданы такие центры по интеграции, по изучению. У нас пока что действует один центр при русском, российском посольстве в Республике Молдова. Там планируется обучение русскому языку и даже получение того сертификата на знание русского языка и русской истории культуры. Не знаю, насколько это будет действенно, потому что человек, который хочет, например, уехать в Россию работать, и у него есть и сертификат о знании русского языка и истории, он может, например, были такие случаи, которые человек, имея трудовой договор и разрешение на работу и на проживание, не был допущен, то есть ему был запрещен въезд. Так что люди не очень охотно, кстати, посещают эти курсы, потому что нет уверенности о допущении, о въезде в стране. И я поддерживаю идею Юлдуз о том, что и у нас в стране очень активно сейчас продвигаются инвестиционные проекты и открываются новые рабочие места. Нам иногда порой и самим нужны хорошие специалисты в различных областях. Кстати, мы очень трудно нашли специалистов в строительстве, которые должны были, то есть или хотели бы поехать по контракту в Израиле. И создастся в скором будущем, наверное, такая ситуация, что люди не захотят уехать там, где большой риск. Они будут ориентироваться там, где их принимают и там, где им свободно и будут уверены в своем заработке. Может быть, мои коллеги хотят что-то дополнить, или у вас есть какие-то вопросы? – Да, пожалуйста, еще мы с удовольствием выслушаем ваше выступление. – Анна Польфоренко. – Да, Маленькина говорила о профсоюзах. Я представляю Национальную конфедерацию профсоюзов Молдовы. И немножко расскажу о той деятельности, которую профсоюзы делают в области миграции. было сказано, что профсоюзы в прошлом году заключили договор о сотрудничестве с профсоюзами из Италии. И, конечно, после России большинство мигрантов из Молдовы – это страна Италия, и возникает очень много проблем именно с трудовыми мигрантами, нашими трудовыми мигрантами в Италии. Конечно, до сих пор, насколько я знаю, был заключен и договор на уровне правительства уже с Италией, и государственная защита уже будет более действенна в Италии. Но мы на уровне профсоюза делаем то, что можем. И, конечно, может быть, насколько вы знаете, в Италии профсоюзы очень сильны. И когда включается профсоюз в защите трудовых прав в Италии, то это очень действенно, скажем, для тех работников. Но у нас в Молдове как бы меньше работников, но есть и работники из Италии, исходя из того, что в последнее время у нас проводятся разные инвестиционные проекты, допустим, строительство дороги, и там есть представители из Италии. Ну, скажем, не так много случаев, но были случаи, когда люди приходили, допустим, работали в Италии, потом приезжали в Молдову обратно и жаловались, что не были выплачены те суммы или та зарплата, на которую они согласились перед трудоустройством. Мы обращались к профсоюзам из Италии, и проблемы были решены. Ну, это десятки случаев, можно сказать, не так массово, но были и такие случаи. Что еще можно сказать о содействии профсоюзов? Ну, допустим, с Россией у нас такого, как бы, сотрудничества и договора о сотрудничестве в области миграции с профсоюзами на центральном уровне нет. У нас есть, может быть, какие-то особые договоры о сотрудничестве, некоторые пункты, которые связаны с миграцией. Но, насколько я знаю, есть заключены договоры на отраслевом уровне. Есть, допустим, профсоюзы работников из строительства, они заключили с профсоюзами из России именно договоры, которые связаны с мигрантами. Потому что большинство молдавских граждан, которые мигрируют в Россию, они работают в строительстве. Еще о неправительственной организации хотел сказать. Я согласен с госпожой Валентиной, что неправительственные организации очень мало включаются в проблемы миграции. Есть единичные случаи, когда, допустим, проводят какое-то исследование в области миграции. И это зависит только от финансирования. Большинство НПО работает, если есть финансирование по данным проблемам. И финансирование в большинстве случаев идет от доноров, иностранных доноров, допустим, каких-то международных организаций. То, что проблема поднялась, проблема финансирования от государства. И у нас в последнее время тоже неправительственные организации подняли эту проблему, что в государственном бюджете какой-то процент, допустим, 2% от государственного бюджета были выделены в какой-то фонд и шли на финансирование этих НПО. Но у нас пошли и по другому пути. И в фискальном коде уже внедрили положение, что каждый гражданин, каждый человек может при декларировании своих доходов, когда идет налогообложение доходов, он 2% из налога на прибыль, которую он платит, он может переадресовать к какой-то неправительственной организации. Пока нет механизма, это только недавно было, это положение внедрено этим летом, но сейчас разрабатывается механизм именно внедрения этого положения. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо большое. Может, еще есть выступление у вас, коллеги? Вот есть вопрос, Дмитрий Полетаев. У меня не вопрос, у меня скорее такое дополнение или частичный, может быть, ответ на выступление первого выступавшей. Существует такой справочник, который вышел в прошлом году, Российский Совет по международным делам его делал, и наш центр принимал участие в его составлении. И там специальный том есть по неправительственным организациям в России, которые работают с темой миграции. Этот справочник есть в электронном виде на их сайте. Если вы наберете Российский Совет по международным делам и миграционный справочник, там есть это. Или второй, я могу сказать, еще есть такой сайт Музей миграции, и там полезные ссылки, там тоже есть прямая ссылка, потому что на сайте РСМД не так просто это будет найти. Но вот если вы заинтересованы в сотрудничестве в каком-то регионе с неправительственными организациями в России, там это довольно просто можно найти. И второе, я хотел сказать, что у вас этот справочник в бумажном варианте будет, видимо, в университете, потому что буквально 24 октября мы отправляем профессора Машняги, нашему постоянному партнеру, вот он, вы наверняка знаете его, и вот в университете у него будет этот справочник в печатном виде, видимо, потому что мы по его просьбе, значит, ему отправляем это поездом. Спасибо. Я тоже хотела бы дополнить выступление молдавских коллег по поводу некоммерческих организаций и работы профсоюзов. Вот та брошюрка, о которой я говорила, она в свободном доступе, есть готовая, написанная нормальным человеческим, неюридическим языком, опробованная уже на многих людях, в том числе пользующихся спросом у журналистов, потому что им тоже эта тема интересна, и они такие же люди, как и мы, им нужно это объяснять доступным языком. Она рассчитана как раз на распространение в странах исхода мигрантов, а не только в странах в России, и к ее написанию приложили руку Центр социально-трудовых прав, и Международный союз пищевиков, АЮЭФ, это вот к вопросу о том, с кем можно сотрудничать. Вот, пожалуйста, АЮЭФ, выходите на них. Сайт Центра социально-трудовых прав, где она висит в PDF, это трудправа.ру. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Если можно добавить, то да, вот именно про АЮЭФ, совместно с поддержкой АЮЭФ и, кажется, американского центра Solidarity, у нас открылся неправительственный центр по помощи мигрантов, он существует уже 2-3 года, кажется, и он оказывает консультации мигрантов, те, которые хотят уехать, и проинформирует про их права, не знаю, там, про особенности миграции в разных странах, и в Европе, и в России. И он уже, как бы, действует 2-3 года. Но это единый случай, как бы, можно сказать, что есть... Но это, опять же, посредством профсоюза был сделан этот центр. К сожалению, не смогли представители прийти на эту видеоконференцию, мы их пригласили, но у них другое мероприятие, и они не смогли приехать. Но они действительно хорошо работают. Ну и форма работы, опять же, НПО. или неправительственная организация. Да, неправительственная организация. Но это, как мы говорили, это единичный почти что случай. То есть очень мало у нас неправительственных организаций, которые интересуются трудовыми мигрантами. Так, еще есть кто-то? Ну что, сцены, проекция. Но у нас есть и другая форма помощи трудовым мигрантам, это содействие и реинтеграции добровольно возвратившихся мигрантов. То есть не по депортации. Была программа, которая действовала три или четыре года, да? Вот представитель МО может кое-какие детали рассказать. Здравствуйте еще один раз. Я хочу представить вам очень вкратце добровольный проект «Добровольное возвращение и реинтеграция граждан Молдов, которые приезжают из-за рубежа в Молдову для реинтеграции в наше общество. Этот проект существует с 2006 года. Кто может участвовать в этом проекте? Граждане Молдовы, которые просили убежище в той стране, в которой они находятся. Граждане, которым был отказан этот статус как беженцам, граждане, которые находятся нелегально на территории страны, граждане, которые в тюрьмах, которые не сделали коду пеналта, коду административного требования. Административный кодекс. По административному кодексу. И граждане, которые являются жертвой торговлей людьми. Этим гражданам, если они являются в международной организации по миграции в той стране, в которой они находятся, там делается интервью. И после этого интервью, если они проходят критерии для сети-селекции. Тестирование и их выделивание выбирают. Если они подходят под критерием этой организации, то им покупают билет, сажают на самолет, и они приезжают сюда, в Республику Молдову. Тут они получают маленький грант для реинтеграции. Реинтеграция может быть, то есть им покупают, мы покупаем сельскохозяйскую технику или другие оборудования для создания малого бизнеса. Они тоже могут учиться или... профессиональной переподготовки. Да, или... Реклама для реинтеграции. Да, курсы реклама для реинтеграции и профессиональную подготовку. Гранты не такие большие, от 600 евро до 3000 евро. Эта программа имеет, конечно, и свои, так скажу, позитивные аспекты и, может, чуть-чуть негативные, потому что люди, которые приезжают, они думают, почему программа не существует для тех людей, которые в Молдове, не для тех, которые уезжают и потом должны приехать, чтобы получить этот маленький грант. Конечно, есть и другие программы, которые имеют... Сфокусированы. Да, которые фокусированы на граждан Республики Молдова, которые хотят открыть малый бизнес в Молдове. Сколько таких граждан? По нашей статистике, где-то 535 людей возвратились через нашу программу. С 2006 до сегодняшнего дня. У нас приблизительно все. Спасибо. У нас тут есть два комментария. Девушки, а потом... Добрый день, коллеги. Меня зовут Стрельцова Лилия. Я координатор отделения по защите детства и семьи Интеграционного центра миграции и закон. И это отделение как раз выросло из молдавского отделения, которое занималось оказанием помощи женщинам и детям, гражданам Республики Молдовы. У нас много совместных дел, и как в прошлом, так и сейчас в процессе, и с Министерством труда и социальной защиты, и семьи, и с Мом Молдова, и с Тердезом. И я очень благодарю за информацию, потому что я первый раз слышу про эти брошюры Мом. И сегодня же свяжусь с коллегами. Надеюсь, что наши адреса там есть уже. И если их нет, то они там появятся. Спасибо. Спасибо. Наталья. У меня совершенно краткий комментарий, который, возможно, поднимет настроение сидящим за столом. И, ну, просто, наверное, может, про него знают, но в генеральное соглашение, подписанное между профсоюзами Федерации независимых профсоюзов, РСПП и правительством Российской Федерации, в специальное приложение включены две миграционные конвенции Международной организации труда. 97-й и 143-й на эти два года, на 2014-й и 2016-й год. То есть волей-неволей придется этот вопрос, так сказать, в рамках трехсторонней комиссии обсуждать. Поэтому, я думаю, может быть, мы стоим в Российской Федерации на пороге принятия какой-то из этих конвенций. То есть, по крайней мере, в списке они есть. Ну, они для обсуждения. То есть, в рамках генерального соглашения рекомендуется к обсуждению конвенций. То есть, среди списка вот на 2014-й и 2016-й год, то есть, у нас вот как раз и 97-я, и 143-я. Ну, в общем-то, то есть, если это три стороны сошлись на том, что это нужно, то есть, и включили это, и, значит, соответственно, есть заинтересованность, я так понимаю, со всех трех сторон, потому что в противном случае, то есть, эти бы конвенции в это соглашение не попали. Ну, давайте поживем, увидим. Спасибо. Я хотел все-таки дать слово Ташкенту, который тоже долго и терпеливо нас ждал. Ташкент, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хочу выразить слова благодарности Юл Дуз, которая озвучила и очень объективно озвучила многие проблемы с трудовой миграцией и оценки на прогноз по Узбекистану. И хочу сделать два небольших комментария по ее выступлению. Прежде всего, вот, не видно России в Узбекистане. Вы знаете, что в 2007 году был заключен договор о сотрудничестве в области трудовой миграции между Россией и Узбекистаном. И рабочая группа была создана, и как будто бы началась такая работа по созданию в Ташкенте типа филиала ФМС. Ну, это все уже давно как-то забылось. И, по-моему, об этом просто это все спущено на тормоза. И вот, например, я не ощущаю того, что вот такой договор как-то между нашими странами действует. А второй комментарий я хотела по поводу того, что из Узбекистана может уменьшиться число трудовых мигрантов. Это вполне естественно. Кроме тех причин, которые вы назвали чисто экономически, организационно и так далее. Еще я хочу сказать, что сейчас в России осуществляется работа по сдерживанию масштабов трудовой миграции, исходя с учетом своих национальных интересов. Мы неоднократно уже об этом в своих других выступлениях подчеркивали. Поэтому это совершенно объективная реальность, которая, видимо, будет осуществлена. Теперь непосредственно о НПО. У нас в этой республике называется ННО. В 2001 году в нашем институте было проведено большое исследование о роли ННО в сфере занятости. И в процессе исследования мы получили сведения о более чем 2000 ННО. выбрали, конечно, те, которые как-то ориентированы были на занятость, но ориентированы на занятость с точки зрения создавали рабочие места, обучали профессии, какие-то создавали производства для маломобильных категорий населения и так далее. Таких было много ННО. И так как наша задача была подчеркнуть важность ННО в решении этих вопросов, то мы докладные записки сделали и брошюру издали ННО и занятость в 2001 году. Но при всем при этом не было ни одной организации ННО, которая была как-то бы ориентирована на проблемы трудовой миграции. Вот. И сейчас я хочу сказать, что я, наверное, не ошибусь, может быть, Юлдуз меня поправит, потому что она пешком там прошагала по регионам, может быть, что-то обнаружила. Но я общалась с очень многими ННО, организаторами ННО и так далее, и мне не назвали ни одной организацией в Узбекистане, которой была бы в основном эта деятельность, эта организация была направлена на проблемы адаптации, интеграции и так далее. То есть вообще на проблемы трудовой миграции. То есть этого нет. А что есть? Что есть? Значит, есть такие организации, которые осуществляют деятельность в рамке каких-то конкретных проектов. Ну, в частности, пять лет назад у нас функционировала такая организация при поддержке немецкого фонда ГТЦ. И они действительно были ориентированы на проблемы миграции, но главным образом на консультации. Они оказывали бесплатные консультационные услуги населению. Вот. Есть неправительственные общественные организации, которые наряду со своими основными функциями и вопросами. Они как-то занимаются и вопросами трудовой миграции. Например, при комитете женщин центры социально-правовой поддержки женщин и детей, молодежная организация в регионах, в частности, в Кашкадаринской области Юксалыш, такая организация, по-моему, это переводится как подъем наверх. То есть вот такого типа организации есть в регионах, которые как-то... Это, но тоже, это все больше консультации и какие-то, значит, вопросы. Но есть такая серьезная организация ННО из Тигбали Авлот, которая при поддержке международной организации по миграции осуществляет деятельность по помощи жертвам трафика. Они главным образом направлены на это. Это ННО по противодействию торговли людьми. И эта организация имеет достаточно разветвленную сеть по республике, а во многих регионах есть эти как бы филиалы, что ли, ну, не филиалы, но, в общем, это сеть входящей организации по... Они делают большую работу информационную, они работают с молодежью, с женскими организациями и конкретную деятельность по вызволению жертв трафика из мест, в которых они попали в трудное положение. Почему? Ну, вот это значит ННО они как-то занимаются и вопросами трудовой миграции, потому что все вот эти торговли людьми, она осуществляется на фоне нелегальной миграции, поэтому их деятельность переплетается. Они тоже осуществляют консультирование, информационно-разъяснительную работу и так далее, и так далее. Таким образом, вот, побеседовав с рядом организаций, изучив вот этот вопрос, вот в последние дни получив программу, я должна сказать, что в целом наши ННО, а их число очень велико у нас в республике, вот, они недостаточно участвуют вот в этих вопросах, о которых мы сегодня говорим, и что нужна и следовательская, и какая-то организационно-административная работа, потому, чтобы более полно использовать потенциал вот таких неправительственных организаций в целях упорядочения и процессов миграции, и социальной защиты трудовых мигрантов. Спасибо за внимание. Сейчас, конечно, спасибо, Людмила Петровна, конечно, я понимаю, что у вас проблемы с ННО, но мы, как и на Юлду, смотрим на вас, как ННО в вашем лице всегда, помимо того, чем вы занимаетесь, всегда рады слышать ваше выступление. У нас есть вопрос к вам. Спасибо, да. Я хотела спросить по поводу роли Овлода в организации миграции и реинтеграции мигранта после возвращения. Спасибо, Людмила Петровна. Я, честно говоря, сегодня хотела пригласить сотрудницу из этой истегбалии Овлода, если вы нам еще расскажете, что это за организация, я думаю, не все знают. Это вот как раз это ННО по противодействию торговли людьми, которые занимаются вопросами профилактики и высвобождения женщин, доставки их к местам постоянного проживания и так далее. Я планировала, что она придет и расскажет подробно, но тут они в основном ориентированы, конечно, на трафик, но так как этот трафик происходит на фоне нелегальной миграции, то, конечно, им приходится заниматься. То есть, они когда идут в какие-то образовательные учреждения или в Махалю, то есть, это наши как бы кварталы с местным самоуправлением, вот, они ведут такую разъяснительную профилактическую работу с тем, чтобы молодежь, которая как-то ориентируется, закончив колледж или там закончив лицей, куда-то уехать в качестве трудового мигранта, они вот ведут такую работу, как бы открывая им глаза на реальности проблемы, и чтобы они это понимали и потом принимали свои решения. То есть, это консультативная, информационно-разъяснительная работа. У них очень широко это все поставлено, они выпускают брошюры, буклеты и так далее, и так далее. К сожалению, я больше не могу о работе их сказать, потому что как-то лет 5-6 я от них оторвалась и сейчас мало вхожу в контакт. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще есть какие-то выступления, соображения? Давайте. Я хотел бы спросить, уточнить, если можно. Если можно, представьтесь. Да, Политаев, Центр миграционных исследований. Я хотел спросить про ту организацию, которую поддерживали немцы. Как она называлась? Вы не можете сказать. Вы говорили, что 5 лет она работала, но просто названия не было. Она работала не 5 лет, а 5 лет назад она работала, но непродолжительное время, где-то примерно около года. И назывался консультационный центр по трудовой миграции. Вот они чисто занимались вопросами, связанными с трудовыми мигрантами. Спасибо, Дима, за вопрос. Людмила, Петров. Пожалуйста, только представьте. Здравствуйте, уважаемые организаторы. Нет, я выступаю. Зовут меня Нурбек, фамилия Кукеев. Некоторых коллег я раньше встречал. Очень приятно увидеть вас в добром драйве. Некоторый момент я отсутствовал в Москве, надо было поехать к себе на родину. Вот сейчас приехал, но уже в другом амплова. То есть я сейчас нахожусь здесь по программе обмен молодыми учеными. Я поступил в магистратуру и продолжаю работу, научную работу, которую пишу о трудовой миграции. В прошлом я очень ну то есть свою трудовую деятельность начинал в профсоюзе трудящихся мигрантов и сейчас время от времени бываю в центральном нашем комитете, чтобы быть как говорится на волне. чтобы знать что происходит какая ситуация но в принципе я пребываю там узнаю какие-то вещи что происходит в законотворчестве какие-то правила новые а то что происходит в быту я вам скажу коллеги практически ничего не изменилось как были на птичьих правах так и остались есть проблемы вот с момента начала нашего семинара очень много было сказано и о том что законопроекты адаптация вот коллега еще подчеркнула роль вот этих организаций в кавычках которые якобы помогают но на такой не как бы принцип дашь на дашь мы вам услуги платные мы вам документы так это конечно хорошо что парламент российская федерация наконец-то может быть взялась за то что принимает законопроект вот как-то хочет помочь может быть и себе и странам донорам которые отправляют трудовых мигрантов и что вот научное сообщество тоже над этим очень хорошо работает вносит свою вот такую лепту это стартовая площадка она должна быть я как бы рад за то что вот до сих пор вот такие есть у нас встречи такого формата я бы хотел бы заострить наше внимание вот еще на что самое я всегда говорил до этого и сейчас могу сказать то что самая первичная проблема всех трудовых мигрантов это нехватка информации что ждет их по прибытию будущих трудовых мигрантов в российскую федерацию в том числе и в Москву нехватка вот этой информации порождает другие проблемы другие вопросы и если честно по моим замечаниям то есть по моим замечаниям в российской федерации за последние три года раз в полгода раз в квартал менялись какие-то внедрялись какие-то новшества в законодательстве где трудовые мигранты то есть мы физически не успевали понимать а потом уже как бы идти по этому пути то есть возьмем на примере тот же патент до сих пор непонятен тот статус как работать с патентом у кого может работать трудовой мигрант и юридические лица работодатели некоторые ну как некоторые может быть половина принимают этих трудовых мигрантов даже на основании тех разрешительных документов то есть я имею патент по которым они там нелегалы работают нелегально соответственно любая первая проверка все ну понятное дело конечно о работодателях там уже они сами разберутся будут они платить за каждого иностранного гражданина то есть штрафы не будут другое дело судьба трудового мигранта а вот коллега расходы большие расходы и эти расходы надо закрыть первое время но они всегда это получается и обратно едут к себе на родину пустыми руками карманами проблем очень много проблемы надо о них надо обсуждать решать лоббировать представлять какие-то альтернативы и все это надо я думаю делать сообща друг другу поэтому я еще раз хочу поблагодарить организаторов данного семинара и за предоставленную возможность мне выступить мое почтение всем спасибо спасибо мне показалось что у нас появился Киев так ли это Киев откликнитесь да вы меня слышите да мы вас не только слышим но и видим прекрасно да здравствуйте дорогие коллеги мои коллеги уже ушли обед у них закончился поэтому надо было на работу быть я хотела бы отметить следующее в Киеве есть некоторые особенности поскольку у нас идет интеграция в Европу и требования Европейского Союза о либеризации визового режима заставило наше правительство принять план до 2015 года реализовать программу интеграции и реинтеграции мигрантов поэтому эта программа предполагает что будут приняты различные механизмы по интеграции и реинтеграции мигрантов и мы надеемся что очень многие проблемы которые сейчас существуют в Украине благодаря европейским программам которые финансируются многими странами Европы дадут возможность решить эти проблемы по поводу не государственных неправительственных организаций в Украине я хотела обратить внимание что в Украине действует такая христианская организация как Каритас значит я хочу обратить внимание что с 1994 года эта международная организация работает в Украине причем сегодня представители этой организации работают в 20 регионах Украины я вчера специально посмотрела что бюджет этой организации составляет годовой около миллиона гривен значит чем занимается эта организация значит все ее программы сотрудники около тысячи сотрудников которые работают в Украине финансируется в основном вот этих я сказала миллион евро ежегодно это 90% Европы программа направлена на защиту на лоббирование интересов иностранных мигрантов а также защиту трудовых мигрантов украинцев значит особенно особенно много уделяется внимания этой негосударственной организации в западной Украине где количество трудовых мигрантов значительно больше чем в других областях Украины значит в чем заключается особенность работы этой негосударственной организации я обратила внимание что за последние годы были профинансированы такие большие программы Европейским Союзом защита и поддержка беженцев дальше программы которые были направлены на повышение квалификации юристов юридические консультанты консультантов тренинги юристов социальных работников подготовка переводчиков которые лоббировали интересы беженцев и очень много очень много было создано но сейчас действует в западной Украине около 10 центров о защите детей трудовых мигрантов для нас это очень важно потому что семьи трудовых мигрантов очень страдают от того что дети остаются незащищенные значит большая работа вот этой организации христианской организации карита проводится в этих регионах и еще я хотела обратить внимание что у нас федерация профсоюзов также проекты которые вот были профинансированы тоже европейским союзом много в программах и не только в программах но и в действиях их направлены на защиту мигрантов причем очень много уделяется внимания чтобы участие в разработке законодательных актов я обратила внимание что вот эти все негосударственные организации в Украине они при разработке даже нашей последней концепции государственной миграционной политики принимали участие в разработке многих актов то есть они в Верховном Совете присутствовали на всех обсуждениях они на кабинете министров давали свои заключения и многие их предложения были учтены при разработке концепции поэтому я обращаю внимание что у нас работа этих негосударственных организаций связана и работает совместно с правительственными организациями и министерства социальной политики и скажем по трудоустройству граждан и мы думаем что те программы которые сейчас финансируются они будут значительно улучшать ту обстановку которая сейчас скажем у нас в Украине особенно хотела обратить внимание что с той ситуацией которая сложилась сейчас с внутренней миграции много денег много усилий направляется на улучшение ситуации с внутренней миграцией которая идет с восточных населения которое мигрирует сейчас к нам в центр Украины на запад программа вот этих негосударственных организаций очень активно задействованы больше теперь чем на программы с трудовой миграцией и хотела обратить внимание что негосударственные эти учреждения они существуют во всех областях то есть все все области задействованы и там и юридические и скажем эти консультации и тренинги социальными работниками все это этим занимаются неправительственные организации я считаю что их помощь в трудовой особенно относительно трудовых миграторов очень значительно причем поскольку каритас присутствует в более чем двух двухсот странах мира защита наших мигрантов за границей и в Канаде и в Европейском союзе очень значительная со стороны этой неправительственной организации я считаю что тот потенциал который имеют эти неправительственные организации в Украине еще я думаю в будущем будет задействован более значительно спасибо большое коллеги за очень содержательные доклады мы вам очень признательны спасибо спасибо большое госпожа присоединились я могу отметить что исследователи могут общаться между собой несмотря ни на какие сложности между правительственными это очень отрадно очень рад видеть вас я вот хотел бы уточнить если возможно вы сказали что в каритас около тысячи сотрудников на Украине это члены церкви или это специально нанятые сотрудники если вы знаете было бы очень интересно потому что совершенно огромная сеть получается тысяча нанятых человек или это просто члены католических общин я хотела обратить это нет это не церковные работники это социальные работники это юристы значит вы можете зайти на сайт каритас в Украине вы увидите там их программы их разработки кто работает все это я брала все эти данные я брала с их сайта поэтому если вас интересует больше чем они занимаются какие программы кто работает вы можете на этом сайте получить пожалуйста сайт каритас в Украине это последние данные за октябрь месяц которые я посмотрела то что я назвала количество людей миллион этих самых евро ежегодно тратится на программы в Украине спасибо большое спасибо большое давайте мы проверим на всякий случай бишкек подключился или нет а то вдруг мы тоже не учтем вас есть ли у нас бишкек на проводе нет наверное нам показалось пожалуйста давайте извините пожалуйста можно вопрос вам задать вопрос киеву да я слушаю да Юлду Сатаниязова региональной общественной организации созидания я хотела у вас узнать есть ли у вас такая статистика в какой из стран Европы наибольшее количество украинских мигрантов трудовых мигрантов если есть такая информация значит есть такая информация у нас сейчас очень много работает в Польше я выставлю на сайте Мирпала последние данные по трудовым мигрантам вас интересуют больше трудовые мигранты и на сайте я отправила на Мирпал в прошлом году было закончено исследование где было показано что у нас сейчас неофициально где-то полтора миллиона трудовых мигрантов Польша Италия Португалия вот основные страны Россия Россия но сейчас значительно уменьшаются потоки в Россию с европейских стран это вот три страны где наибольшее количество трудовых мигрантов если вас будет интересовать последние исследования правда они на украинском но я думаю что вы сможете посмотреть там таблички есть графики показаны все тенденции и последние тренды последнего прошлого года что происходит у нас в миграционной сфере именно с трудовыми мигрантами значит на сайте Мирпал я думаю там Василий Кравцов который знает наши все материалы я последнее прислала вы увидите наши разработки это было исследование которое совместно с МОН проводилось и государственной статистической службой пожалуйста спасибо спасибо да конечно еще вопрос тоже коллегам из Киева вопрос здравствуйте я знаю что украинская православная церковь тоже очень много в социальном плане делает вы как-то сотрудничаете с ними с ними в области помощи мигрантам интересно было бы услышать спасибо значит церковь наша украинская особенно сейчас особенно сейчас когда внутренняя миграция очень значительная сейчас официально полмиллиона 450 больше даже это не официальная статистика я думаю что в два раза больше значит церковь собирают деньги официально финансируют полностью беженцев создают для них жилье покупают одежду особенно в центральной украине ну естественно и на востоке где пришлось некоторым приходом переехать ближе к центру но активно активно сотрудники работающие в церкви собирают деньги помощь всю и отправляют для беженцев внутренних вот сейчас это это очень ощутимо и мы это видим все это наяву когда заходишь в церковь у нас сейчас в любую церковь какого бы прихода мы зашли то ли московского то ли киевского везде стоят такие специальные приспособления где собираются деньги прихожанами причем это очень существенные деньги это покупаются целые для обустройства и домики такие специально и обустройство их жильем временным жильем обеспечивают еда все что можно для внутренних беженцев ну а трудовая миграция сейчас немножко с этими событиями которые происходят сейчас в Украине меньше все программы которые и деньги которые были задействованы на реализацию программ по детям трудовых мигрантов по семьям сейчас все направлены на внутреннюю на помощь внутренним мигрантам вот спасибо большое за такой ответ очень содержательный я тоже хотел бы прокомментировать что в России церковь тоже занимается этой проблемой активно и синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению для беженцев с Украины собрал на данный момент уже 55 миллионов рублей вот и тоже помогает с жильем с одеждой питанием с правовым статусом то есть с обеих сторон очевидно церковь участвует в примирении в помощь мигрантам спасибо спасибо коллеги я думаю почти 3 часа мы уже работаем более чем достаточно и подводить итоги тоже тяжело потому что если церковь за 2000 лет не смогла решить эту проблему то мы за 3 часа точно не решим мне все таки хотелось бы обратить внимание что наши неправительственные организации работающие в этой сфере они работают не в безвоздушном пространстве это государство это международная организация это и церковь будь то православная церковь я ездил много по Таджикистану это конечно же и встречался с мулами они активно участвуют в работе с мигрантами это и такая же особенность центральной Азии как Махали которые тоже активно работают с мигрантами поэтому я не думаю что мигранты кстати приезжают безвоздушное пространство они уже скорее всего знают куда они едут с кем они едут и чего примерно тут ждать потому что у них не только диаспоральная но и родственная и клановая связь сильно развита поэтому 2000 лет сколько будет еще церковь существовать дай бог побольше надеюсь что и НПО будут работать тоже долго и как капля по капле мы будем помогать все вместе мигрантам потому что эти процессы возникают часто неожиданно как геополитически так и ожидаемо экономически но они объективны от них никуда не денешься нарабатывается материал который постепенно может быть реализован в разных странах наша площадка Мирпал пытается внести свой скромный вклад во все это дело и мы надеемся что мы продолжим эту работу и всем успехов в этой работе спасибо за участие всего доброго спасибо всем странам до свидания